Добрый вечер. Я хочу вам представить Ирину Орковку. Я очень рада, что Ирина доехала, потому что лекцию я услышала летом, не эту, но похожая тематика. Я очень хотела, чтобы Ирина к нам приехала, и это случилось. Ирина – социолог, эксперт по вопросам гендерного равенства, торговли людьми, звучит куча направлений, я могу даже это зачитать, предупреждение домашнего насилия. Ирина возглавляет Международное общественное объединение гендерной перспективы. Работает в сфере противодействия домашнему насилию в исключении гендерного равенства. Два крупных численных статей по этим тематикам. Я надеюсь, что мы будем иметь время, чтобы поговорить, задать вопросы. Мне кажется, что это очень интересная тема, и я призываю всех после лекции общаться. Спасибо. Спасибо и за представление, и за приглашение. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли в такое время после работы, после учебы, за мотивацию вашу, за интерес, который проявили к этой теме. У нас с вами полтора часа. Вообще формат публичной рекламы, конечно, большую интерактивность не предполагает. Но попробую какие-то вопросы в зале, которые принимаются, какую-то небольшую дискуссию. Ну и тоже не хочу и вас задерживать, все очень долго. Я думаю, что до 9 часов мы должны завершить. По крайней мере, вход у нас свободный, выход тоже. О чем мы сегодня будем говорить? Почему эта тема важна? Оксана, представляя меня, всякие громкие названия говорила. На самом деле, меня эта тема интересует, потому что мы все мужчины и женщины в нашем обществе. И это, наверное, равенство, равенство, равноправие между полами. Они нас не могут не волновать, потому что мы живем каждый день. У нас есть семьи, или формальные, или в партнерстве живем. Мы как-то делим обязанности, мы растим детей, мы выбираем дорогу в жизни. Все это часто предопределено какими-то геновыми ролями. Или обществом, которое говорит нам, вот так ведут себя настоящие мужчины, вот так ведут себя настоящие истинные женщины. И, на мой взгляд, здесь, на самом деле, очень много стереотипов присутствует, которые стоит немножко так спросить себя, а это правда так? Кто так сказал? Чьи правила? Чьи правила мы живем? Кто эти правила предложил? Хочу ли я жить в соответствии с этими правилами? Могу ли я как-то жить по-другому? Почему реклама? Потому что без нее... Ну, сегодня вообще сложность в нашу жизнь представить без рекламы. Она вокруг нас, мы не можем выбирать, не видеть ее, потому что она действительно везде, в интернете, в нашем публичном пространстве, в социальных сетях и в каждом магазине. И, на мой взгляд, мы как-то должны соотноситься с этой рекламой. И она у нас вызывает разные чувства. Что-то нравится, что-то мы слышим от наших детей, которые как там считалочки-читалочки повторяют рекламные слоганы. Что-то вызывает у нас очень такое негодование или возмущение, но вот, тем не менее, мы вот в этом мире живем. И я рассмотрю рекламу как такой способ или средство нашей социализации, потому что она на нас воздействует. Понятно, что у рекламы главная роль не быть этической, а главное продавать услугу или товар. То есть вот это самая утилитарная, скажем, такая роль. Я с этим никаким образом не спою. Но мне кажется, сегодня реклама вышла уже из этой роли. Она претендует на намного большее место в нашем обществе. И говоря о том, что реклама может быть не всегда этической, она может посылать такие оскорбительные месседжи, послания, да, и формировать не очень справедливые имиджи мужчин и женщин. Я предлагаю соотнестись как-то с этим, да, вот определить свою позицию, я где. И программа минимум на сегодня, на эти полтора часа, может быть чуть больше, я вижу в том, чтобы, ну, применить к вашим профессиональным знаниям, у вас там наверняка у каждого своя профессия, своя специализация, вот еще гендерную линзу. Посмотреть на рекламу через призму вот этих вот гендерных ролей, гендерных стереотипов, да, и вот как бы себя примерить. Я вот здесь, я с этим согласна, согласна. А что вызывает во мне какое-то чувство дискомфорта? Чего бы я не хотела видеть или, наоборот, чего бы я хотела увидеть? Ну и выйти из зоны комфорта, с которой, наверное, ну, сложно выходить. Я не претендую на то, чтобы переубедить вас или убедить, чтобы вы приняли мою точку зрения на эти вещи. За это время это невозможно. Ну вот, постараемся, давайте поспорим там в какой-то момент. Это, мне кажется, тоже очень интересно. Ну и, собственно, о чем я буду сегодня говорить. Ну, поскольку сегодня будет очень много имиджей показывать, картинок, то есть рекламных имиджей, слоганов будете видеть, я ни в коем образом, ни в каком случае не хочу говорить о качестве товаров или услуг, чья реклама сегодня будет представлять. Да так, мы не об этом. Мы не говорим там, как хороша эта мобильная связь или как там плохи эти колготки или сапоги. Мы говорим о том, вот как рекламодатель и заказчик продают свой товар и продают свою услугу. Поэтому, чтобы было понятно, что мы вот не об этом сегодня будем спорить. Я буду девушка говорить о гендерной социализации. Почему вдруг реклама как средство социализации может рассматриваться? Что реклама продает? Есть ли альтернативы тому, как реклама продает товаров или услугу, если нам это не нравится? И подходы к регулированию рекламы. Потому что это скорее опыт европейский, даже уже опыт украинский, то есть ближе к нам немножко Европа. Пока не наш, не белорусский опыт, но тем не менее. Ну вот это про то, что реклама вокруг нас, и мы, к сожалению, не всегда можем как-то сказать, вот я не хочу эту рекламу видеть. Вот это мужчина, который идет просто по улице, в это время рекламирует какой-то, значит, фестиваль. По-моему, это фестиваль искусств в Словакии. И первое, наверное, что может продать реклама, она продает голое, обнаженное женское тело. Да, эстетически это, наверное, приятно смотреть. Но это тоже есть какой-то, это реклама позволяет некий имидж. Мы сегодня поговорим о том, вот этот имидж, он такой безобидный, он имеет чисто эстетический характер, и все-таки он предопределен каким-то стереотипичными взглядами самих же производителей рекламы или заказчиков этой рекламы. И чтобы вот немножко вы понимали, я буду часто говорить про гендер-гендер, что это такое, несколько слайдов про то, что это такое гендер. Как соотносится пол и гендер? Пол – это наш биологический пол, гендер – это наш социальный пол, если говорить очень кратко. И вот в исторических личностях можно как бы две точки зрения исторических персонажей расследить. Господин Фрейд, который говорил, что анатомия – это судьба. В каком фильме мы родились, такая судьба мы сожидали. В соответствии женском теле судьба женщины – это воспитывать, ну и урожать детей, воспитывать детей. И Симон де Буар, которая говорила, что женщины не рождаются, женщины становятся. Но не в смысле физическом, физиологическом, а в смысле приобретения вот этих вот женских ролей, да, общественных ролей, которые общество нам предлагает. И на самом деле не всегда предлагает как бы выбор из этого. Вот она говорит, иначе мы будем порисать, иначе ты не будешь вписываться в эту картину. И вот сегодня спорят, то есть мы продукты социализации или мы продукты биологии, да. Вот наши поступки и наш жизненный сценарий, который мы выбираем. Это потому что в генах у нас заложено, у мужчин быть защитниками там, покорять пространство, спасать мир, а у женщин, значит, только ухаживать за детьми и осваивать домашнее пространство. То есть вот это заложено в генах, или же мы все-таки продукты социализации. Вот гендерная теория говорит о том, что мы во многом продукты социализации, потому что в разных обществах культура, религия, общественные нормы предъявляют разные, мужчинам и женщинам требования. И быть женщиной сегодня в Беларуси и мужчиной не то же самое, что быть мужчиной и женщиной там сто лет назад в России, или не то же самое, что быть мужчиной и женщиной в Африке сегодня. И эти роли меняются. То есть нельзя говорить о том, что они предопределены. И гендерная теория и теория о равенстве ни в коем образом не говорит, что мужчины и женщины должны поменяться полами. То есть мужчины, значит, должны научиться рожать, унашивать детей, а женщины должны, наоборот, перестать это делать, раскачаться. Хотя если это выбор, да, какой-то человека, то почему бы и нет? Это выбор тогда индивидуальный. То есть гендерная теория говорит о том, что мы, несмотря на то, что мы разные в смысле нашей анатомии и биологии, мы должны стремиться к равноправию в наших отношениях. Сегодня женщины, наверное, с мужчинами работают на рынке труда, выполняют разные обязанности, хотя дома эти обязанности по-другому распределяются. То есть почему бы не говорить о том, что мы равны вот в социальном смысле, да, в экономическом. И, наверное, в этом, вот в таком ракурсе для меня гендер – это вопрос социальной справедливости. Почему? И почему сегодня это не происходит? Ну и гендерные вопросы, они актуальны не только для женщин, хотя, наверное, у женщин есть особые проблемы в этой сфере, но и для мужчин. Гендер – социальная пола. Ну давайте посмотрим вот этот гендер, как он транслируется, как наша культура говорит. Вот так ведут себя все мальчики. Если мальчик хочет, чтобы его принимали, для него это очень такой откровенный посыл. Вот так нужно себя вести, чтобы никто не показал пальцем, что ты не такой мальчик. И с девочками тоже самое. Ну если говорить о детстве, хотя, наверное, вот это гендерные ожидания, они еще появляются до рождения ребенка. Я не знаю, как у вас настолько сохранилась традиция, когда в роддом родители приносят голубые и розовые ленточки. Ну в Минске, ну вот я часто бываю в разных регионах, до сих пор эта традиция существует. Все-таки мы вот даже пол связываем с неким особым цветом. И как бы находим объяснение этому. И очень известный эксперимент, который в разных странах проводился в разное время, когда закрывали, то есть взрослым людям представляли младенцев, визуально нельзя было определить их пол, мы говорили, что вот этот мальчик, опишите его. И люди начинали описывать его, посмотрите, как сжимаются его кулачки. Настоящий будущий боец, как он резво бьет ножками, он будет футболистом. Или какой у него взгляд концентрирован. Это будущие ученые. Когда младенца представляли как девочку, значит, вот эти вот описания, она тоже подчинялась гендерным ожиданиям. И детские игрушки, это, наверное, следующий этап. И детская одежда, следующий этап социализации. И вот эта вот фотография более чем столетней давности, которая показывает, что на самом деле до сих пор вот эти социальные роли, которые общество нам транслирует, а то во что играют мальчики и девочки, они остались такими уже, не очень сильно изменились. Ну вот ходят только девочки на фотографии, ну во что они играют, они играют в дом, в кухонь у них там какая-то, там какой-то столик и стульчики, коляски. Вот это вот роль, которую мы предлагаем. Хотя для детей игра – это жизнь, да? Это для взрослых игра – это часто игра. Но дети так социализируются через вот игровые какие-то вещи. И я не говорю, что это плохо, да? Не поймите меня, что мой посыл, что вот надо вот это сломать. Я говорю о том, что скорее, что когда выбор только такой, это значительно, во-первых, предопределяет, что мы выбираем в жизни, как люди, как профессионалы, и значительно сужает наш вот этот жизненный сценарий, кем мы становимся. Но мы можем на это влиять, потому что это создают люди. И это могут разрушать или менять люди. В этом смысле это как бы такая хорошая новость. Ну то же самое, да? Опять-таки здесь очень такое традиционное разделение – мальчики с машинками, девочки с колясками. Фотографии более позднего периода, уже в 70-е годы, на цветной фотографии появляются новые мальчуковые игрушки – это оружие. Ну вот, если вы сегодня зайдете в любой супермаркет, вы, в общем-то, без труда увидите, где у нас концентрируются игрушки для девочек. Каким образом вы это увидите? По цвету. По цвету. Вот это будет очень яркий, однозначно такой розовый угол, скорее всего. Мальчуковые игрушки, они не имеют одного цвета. Они чаще, они синие, красные, то есть разные цвета, и вот нельзя сказать, и не черные, в общем-то. Для черных цвета тоже снижаются часто с мужским цветом. Вот детские игрушки, которые продаются, которые выпускаются в промышленных масштабах. Ну, продаются, может быть, не в Беларуси, но в нашем пространстве довольно часто. Фотографии из интернета. Первая игрушка слива – это девочка на шесте. Это игрушка для юно-сельдизерши, наверное. А вторая игрушка – это вот такая передвижная колясочка со всеми средствами, которые помогают в уборке. И это игрушки для девочек. Это то, какую роль, какую роль наша культура говорит. Причем, посмотрите, какая она поляризированная роль, да? Здесь нет девочки, которые конструктор собирает, или нет девочки, которые какие-то гендерно-нейтральные игры играют. Хотя, наверняка, девочки в это играют, да? Я, ну, наверное, не знаю родителей, которые бы очень жестко привязывали такую роль. Но, тем не менее, наша вот промышленность, да, ведь создана в промышленном масштабе, лекала, там, всякие, как бы сказать, станки, которые это все делают, собирают и продают. Мальчиковые игрушки – ну, это чаще всего машинки. Если это, опять-таки, имидж какой-то, реклама сопроводляется имиджем, то чаще всего мальчик представляется в виде водителя, которого подвозят девочку. Игрушка, которая предлагает нам стандарт красоты, называется. Вы можете побрить своего младенца. И волос у этого младенца расположены, ну, не только на голове, в подмышках, в паху, на ногах. То есть тоже вот такой посыл. О чем он говорит? Вот это не очень хорошо, да? То есть, если посыл побрить своего ребенка, побрить своего младенца, то нужно побрить его в соответствии со стандартом красоты. И вот этот вот младенец не отражается на ногах, он не вписывается. Поэтому, значит, мы какой наград у ребенка развиваем, чтобы он понимал, а какой же, в какую модель надо вписаться. И как, что с этим ребенком нужно сделать, какие части тела побрить, чтобы вот он стал настоящий мальчик или настоящей девочкой. Куклы Барби, ну, наверное, самая гендерная такая, да, недавно, скажем, гендерно нечувствительная игрушка. Сегодня меняются. Сегодня уже есть куклы Барби, которые больше похожи на настоящих женщин. И вот эти вот две сравнения. Кукла Барби слева, которая, это та, которая сегодня продается. Вот физики, молодые физики посчитали, что если бы у женщин были такие пропорции тела, они бы просто не смогли стоять на ногах. То есть вот здесь даже этот центр тяжести не соблюден. И вот такой человек, он бы, в принципе, не мог стоять, да. Смотрите на размер стопы, на пропорции тела. И справа это Барби, которая сделана по пропорциям, ну, типичных женщин, да, у которых другие пропорции. Не соответствующие стандарту высоты, по которым сделана Барби, но, наверное, более приближенные, да. И вот опять-таки предлагаю такие игрушки своим детям, девочкам чаще, какой мы посыл посылаем, да. То есть мы предлагаем играться с игрушками, которые людей, правда, я помню, людей, которые не существуют в действительности. И, на мой взгляд, это самая большая опасность, да. И поэтому у нас сегодня, мы так много говорим о булимии, аналексии, о таких вещевых расстройствах, и о том, как дети, и мальчики в том числе, не готовы воспринимать себя настоящими, да. Мы должны соответствовать чему-то, кому-то, чьим-то правилам установленным, а если мы не соответствуем, это большая жизненная трагедия. То есть выделяться сегодня – это, скорее, недостаток, чем достоинство. Хотя это меняется. Тоже про социальные рубли женщины, потому что больше у меня реклама на эту тему собрана. Да, вот это смешно, но, с другой стороны, вот это тоже такой посыл очень откровенный. Это этикетка, которая пришивается в одежде, где есть инструкция, как за этой одеждой ухаживать. Но, чтобы не заморачиваться там, неважно, в какой воде она стирается, отдайте своей этой девушке. Она знает, как ухаживать за этой одеждой. Отдайте своей женщине фотографию слева, и отдайте своей жене. Вот тоже при нашей… Мне кажется, это странно. При нашем уровне вообще автоматизации нашего быта, когда постирать – это просто нажать на кнопку в машинке, и отделить черное от белого могут все – мужчины и женщины. И грамотность на стопроцентно, то есть инструкцию прочитать у нас тоже могут все. Вот эти вот этикетки – это из Украины мне коллеги прислали такой снимок. Обычно, чаще всего говоришь, какие этикетки пришивают к натуральной одежде, то есть где риск ее испортить очень высокий. Или к натуральной шерсти, к кашемиру, или к хлопку. А здесь вот хлопок и полиэстер, ну скажем, не самая качественная вещь в смысле натуральности. Ну вот тоже, согласитесь, определенный рост. Причем как мужская и женская. То есть женская очень выраженная, вот где вот эта главная обязанность, или ваше место женское. Мужская тоже. Постирать – это, наверное, ну, как бы ниже достоинства мужчин. Я утрирую, но примерно поцел такой, да, не надо заморачиваться. Ваше дело – спасать мир. Я вас тоже провоцирую, так что вы, пожалуйста, реагируйте. Гендерная социализация через благотворительность. Пример тоже из нашей среды, когда очень известные компании, вот это Банкри Флэри, приехали в один из детских домов и предлагали работу с детьми, вот разделили этих детей на гендерные группы. И на мальчиков предложили тренинг по постановке цели, для девочек – тренинг по уходу за кожей. И тоже для меня очень странный посыл, да. Неужели мальчикам не нужно знать, как ухаживать за собой? Сегодня наша даже белорусская промышленность там работает на… очень много мужских линеек, косметики, ухода с собой. А девочкам не нужен тренинг по постановке цели. То есть у девочек все решено в жизни. Женская дорога предопределена до такой степени, что не нужно ее планировать. И это опасно тем, что вот эти люди, у которых есть хорошие имена, бизнес, да, у которых есть средства, прилижают с очень определенным посылом, да. И дети, которые воспитываются в детских домах, не имеют возможности сравнить и быть, ну, как критически оценить это предложение. Потому что благотворительность, но она всегда со знакома будет. Мы должны думать о том, какие последствия могут быть. И это тоже социализация, да. На мой взгляд, можно было бы разделить детей по полу в этих мастер-классах, но я думаю, что можно было бы сделать и какие-то, ну, общие, да, занятия и для мальчиков и девочек, с тем, чтобы познакомить их с разными сторонами их жизни. Не только с тем, как добиваться успеха в своей жизни, но и тем, как заботиться о своем здоровье, да. Потому что для мужчины сегодня это проблема. Наши мужчины живут на 12 лет меньше, чем женщины. То есть после выхода на пенсию мужчина в среднем живет 6 лет. Хотя, например, в Швейции эта разница составляет 6 месяцев, а у нас 12 лет. Согласитесь? Ну, здесь есть не только биологическое предопределенное, здесь есть и социальное. Потому что, согласно стандартам международных организаций, в частности ВОЗа, вот нормальная разница в продолжительности жизни является 5 лет. Это то, что в биологии, да, это роль гормонов, например, в женском организме, то, чего у мужчин нет. Когда эта разница составляет 12 лет, это говорит о том, что есть очень много социальных факторов, да. Социальное поведение, склонность, вот, не сообщать, не просить помощи у других. Это то, чем, ну, многие сервисы для мужчин отличаются, да. Для того, чтобы пригласить получить помощь мужчинам, нужно намного больше средств времени затратить на рекламу. Потому что для мужчин прийти куда-то в институт и сказать, у меня проблема, это, ну, практически подвиг как спасти мир. Для женщины, женщины социализируются как люди, которые делятся своими проблемами. Это наше средство тоже борьбы со стрессом. И мы в этом смысле продукт социализации. Вот эти стереотипы, еще раз хочу подчеркнуть, как реклама. Они все вокруг нас, и мы не имеем иногда возможности отфильтровать вот этот вот контент, который сыпется или на нас не сходит. Иллюстрация из учебника русского языка, занятие, там, тема, где ставится в словах ударение, да. То есть, в общем-то, абсолютно как бы гендерно нейтральная, скажем, такая тема. Но тоже картинка, которая четко очерчивает гендерные руки. Кто у нас за столом сидит? Мужчины, взрослые и маленькие. Кто их обслуживает? Женщины. Ну, девочка сидит, поскольку она, как бы, наверное, не может обслуживать еще и себя до конца, и других членов семьи. Но за всеми ухаживают женщины. Тоже странный посыл и очень такой, ну, традиционный, скажем так. Моя одна из любимых открыток советского периода. Тоже где очень ярко выражена гендерная роль. То есть я говорю про то, что наша социализация происходит не в нейтральном пространстве. Мы считываем вот эти посылы как роль, которую нас готовят родители, общество готовят. И мы понимаем, что даже если у нас в этой сфере нету, ну, законов юридических, которые нас накажут, если мы будем по-другому себя вести, как женщины и мужчины. Есть такой закон, неописанный закон общественный, да, порицание, например, там. Мужчины, у которых есть, там, ну, например, длинные волосы, или которые ведут, имеют женственные, мягкие манеры, да. Это, скорее, мужчина, который имеет риск получить некий такой вот ярлык, да. Он там какой-то не такой, там, другого цвета. Еще несколько картинок про то, что роли меняются. То есть вот сегодня, живя в этом обществе, можем говорить, что пройдет какое-то время, и роли могут поменяться. Поэтому не надо представлять их как нечто очень жесткое. В 50-е годы, послевоенное время, советская пропаганда предлагает мальчикам роль помощника матери, да. Отцы погибли на фронте, мамы занялись утра до вечера зарабатыванием денег. И вот только пропаганда видит вот роль мальчика в семье. Вот сегодня вы такую картинку можете представить? Мальчик, который чинит свою одежду. Или делает что-то по дому, да, какие-то хозяйственными функциями занимается. Мне кажется, это невозможно. Более того, наша система воспитания скрепляет вот эти традиционные роли. У нас до сих пор руки труда разделены по полу. Мальчики строгают, девочки там кулинарят и лишивают одежду. Как будто мальчикам не нужно учиться готовить себе еду, да. Ну и вообще, вот, а девочкам, например, понимать, как элементарно в быту работают, не знаю, бытовые приборы, да. Что нужно знать, чтобы свой дом, по крайней мере, знать, какого мастера вызвать. Мне кажется, вот это вот разделение, оно усугубляет этот гендерный разрыв. И делает нас, с одной стороны, зависимыми друг от друга и не самостоятельными. С другой стороны, ограничивает, опять-таки, нас, да. И дает возможность какие-то балансовые ярлыки навесить. Ну, то есть, опять-таки, 50 лет назад это было актуально. Сегодня это... Какое? Нет, нормально. Почему больше не будет никуда? Ну, вот еще картинка слева, тоже мальчик, который вместе со своей сестрой помогает маме. Сегодня эта картинка невозможна. То есть, в тот исторический период эта роль для мальчика была востребована. Поэтому пропаганда, вот эта институт социализации работала на то, чтобы дети были помощниками мамы. И не только девочки, да, но и мальчики в том числе. И чистить чайник для мальчика на кухне не было чем-то зазорным, да. Это роль пропагандировалась. Продвигалась как там идеальная, экземплярная, а не как маргинализованная, как, например, есть сейчас. Ну, это уже такая классическая картинка. Хотя на снимке только мужчина, но то, как называется закусочная, тоже говорит о женской роли, да. Мужчины. Вот это способ, может быть, как такой утрированный способ времяпрепровождения для мужчин, где, наверное, все три поколения представлены, и старшие, и младшие, и средние. Ну, а у женщин какая доля? Ждать мужчин, которые пропьют деньги, придут без зарплаты и будут как бы скандалить. Что же? Такая свадьба на салон женское счастье. Во-первых, только для женщин свадьба – это счастье. Для мужчин это, видимо, повинность такая. И поэтому женщина, которая поздно выходит замуж, это такая старая дева. Мужчина, который поздно женится – это завидный холостяк, сидит на его волосах, это скорее плюс, нежели плюс. И тоже очень поляризованное представление о семейных ролях. Женщина у плиты очень хорошо одетая, с укладкой, даже в суфлях. А мужчина на кушетке, маленьком алкоголичке, сатиновых трусах. Ну, вот как бы его имидж такой-то. Он по-настоящему расслаблен. У женщины вторая или третья смена. И вот получается, что, ну, как бы… Вот поэтому женщина находится за мужчиной, потому что вот такой имидж мужчины привлекает в праке. Ну, и посмотрите на то, сколько месяца занимает реклама на фасаде здания. Практически три этажа. Это реклама из какого-то российского города, российской глубинки. Ну, немножко о стандартах красоты, потому что здесь тоже реклама очень большой роль играет. Это социальная реклама направлена на девочек, которые страдают пищевыми отравлениями, чтобы показать, как они видят себя. То есть вот так, как они видят себя в зеркале. Она уже истощена, но в ее представлении, у нее она все еще должна бороться с лишним весом, с идеальностью своей его внешнего вида. Может быть, кто-то из вас помнит, в свое время была такая популярная вирусная реклама DAF. Такой был ролик, где показывали, как гримировали модель, и после гримировки, как работал фотошоп. То есть вытягивали, поднимали брови, вытягивали шею, отбеливали лицо. Вот это тоже пример такой фотографии. Ну да, в свое время это дело для того, чтобы начать разговоры вот этих стандартов красоты. А вот это вот стандарты, эта красота нравится всем. Обратите внимание на эти двои имиджа. Вот слева это реальный человек. Ее внешность, возможно, по мнению моделлеров и фэшн-директоров не идеальна. А вот справа она выглядит более идеально. Но являетесь ли она реальным человеком? И хотим ли мы, чтобы наши дети видели рекламу так? И хотим ли мы видеть себя так? С кем мы хотим себя ассоциировать? И что движет нам этим нашим мотивом? То есть какой у нас сегодня стандарт красоты? И откуда он появился? То есть мы продукты в этом смысле социализации? Или это наш свободный выбор? Мне кажется, что мы продукты социализации. И скорее вот эта глянцевая картинка, где нет никаких предостатков, будет нас привлекать. А вот эта вот картинка для каких-то нетрадиционных или альтернативных журналов для альтернативных посылов. И эта женщина, это ведь она, у нее бубы изменены, прикус ее изменен, брови, шея. И в этом смысле реклама, мне кажется, должна быть более этичной. Поэтому сегодня многие европейские дизайнеры борются за то, и активисты борются за то, чтобы реклама отражала, показывала реальных людей и посылала реальную картинку. Чтобы мы могли понимать, что да, вот это нормально, реальность нормальная, а не фотошоп нормальный. Норма все равно очень сильно размыта, скажем так. Но, тем не менее. Ну вот ваша реакция, чтобы услышать, вы со мной, вы как бы слушаете меня. Мне правая реклама больше нравится, чем левая. Потому что правая – это стандарт, левая – это жизнь. И в настоящем мы все работаем через идеалы. Идеалы освещают нашу жизнь, мы к ним стремимся. Поэтому правильнее по маркетингу расположить правую, а не левую. Но он продаст больше, да? Конечно, он продаст больше, и не важно, что думаем мы. Главное, что с халом и тут. А мне кажется, это вопрос привычки. То есть, приучив правому образцу, ну как бы все к этому нельзя стремятся, если люди будут видеть только, ну как бы, нормальную левую картинку, да, то они будут на нее так же реагировать. Наверное, проблема в том, что мы программируем с самого детства. То есть нельзя тебя закрыть с детства и показывать только левую картинку. Ты в социуме, ты не можешь. Понятно, тут как бы вопрос производитель рекламы в данном случае, да? Да. Почему он сделал такой выбор, да, производитель? Ну да, да, да. То есть, если был бы сразу изначально левый стандарт, да, то правого бы не было. Ну тогда ты закрываешь возможность выбора, то, что нельзя размещать правую, а не левую. В таком случае, пусть будет дверь. Компромисс. Если вот к выбору, да. Значит, надо бежать на одной стороне улицу одну, на другой стороне другую. И кто за это будет платить? И кто заплатит больше за какую-нибудь? Вот вопрос. И кто, как вы говорите, купит тот товар, который будет предлагать девушка с ней в картинке или справа? Ну, мне кажется, вы говорите о том, что реклама, какой-то такой основополагающий посыл, реклама продает или направлена на продажу неудовлетворенности. По поводу того, что у нас нет этого товара, который она предлагает, по поводу того, что мы не можем купить эту услугу, которую предлагает реклама. Мы не выглядим так, как звезды или там вот имиджи эти девушки модельной внешности. Вот пока у нас это есть чувство неудовлетворенности, а оно есть у всех. Реклама его эксплуатирует. Мы же люди как бы гомо-сапиус. То есть я про то, что, а наше отношение к этому? Мы как people have, или мы говорим о том, что это тоже часть этики. В каждой профессии есть этика. И есть люди, которые делают рекламу, производители, есть люди, которые заказывают рекламу. А вот наша роль как потребители, да. Когда взорвалась, родилась нефть из танкера в океане, что делали люди? То есть можно было сказать, ну да, вот случилось, да, там, подать иски. Но люди, например, перестали пользоваться заправками этого бренда, который предлагал, значит, бензин. Кто-то там, например, в борьбе с курением отказывается от покупки бренда сигарет. Там в свое время на стле очень агрессивную компанию в 90-х вела против грудного скармлива. Говорила, что грудное скармливание корзит женскую фигуру. Давайте все перейдем на смеси, смеси на стле – самое лучшее. Женщины начали протестовать. Они перестали покупать не только смеси на стле, но и все продукты, все шоколадки. И бренда понял, что это невозможно, да, что есть этика, и невозможно таким образом продвигать свой товар. Это было какое-то общественное движение. Я говорю про то, где мы, на что мы готовы, чтобы выразить свое мнение по поводу рекламы. Потому что мы же ее не отменим, да, и не в этом цели. И многие из нас в этой профессии работают. Это способ самореализации, она как бы объективна. Но про то, где мы, на чьей мы стороне, и как мы это воспринимаем. И как мы можем рассказать своим детям, да, чтобы они имели тоже такое же критическое мышление. Или если мы хотим, чтобы они имели такое критическое мышление. Очень известный факт про Кейт Уинслетт, которая, вот ее имидж из фотошопера здесь, на обложке журнала. Она выступала с громким заявлением, протестуя против того, что это не я. Пожалуйста, ну, люди, как бы, граждане, не покупайтесь на это. Мой имидж подвергся корректности. Я против того, я хочу, чтобы вы меня видели со всеми морщинками, там, со всеми, как бы, округлостями. Какая я в жизни, да. И вы цените меня не за это, а за то, какая я актриса. И это для меня важно. Но не все, которые тоже не сесть сегодня готовы на такой шаг. Наша белорусская модель плюс. Катерина Жанникова участвовала в такой компании, где, ну, была, распространялась информация о том, как меняются требования к стандартам красоты в пользу, наверное, в сторону ужесточения. Так что 20 лет назад вес моделей был на 8% меньше веса обычной женщины. Сегодня это разница 23%. То есть сегодня еще больше, хотя есть там всякие даже законодательные, не приглашать на пользу модели, чем вес там меньше, чем, вот, как бы, у нормальных женщин, у типичных женщин такого возраста телосложения. Но, тем не менее, ну, индустрия, похоже, движется в совсем другом направлении. Тоже одна из недавно нашумевших компаний или комментариев, очень было много в интернете на эту тему, это реклама одежды для беременной женщины. И написано «Разбудить меня, когда я похудею». И беременные женщины очень активно выступали против этого, как бы говоря о том, что, ну, набор веса во время беременности, вообще округившиеся тело женщины в этот период – это абсолютно нормально. И вот такая надпись, она абсолютно аморальна, да, то есть, к чему мы, о чем мы говорим? Мы хотим, чтобы женщины свою беременность в пользу красоты отдавали, да, или же мы, ну, готовы воспринимать это как естественный процесс. И, может быть, тоже кто-то из вас следил за тем, как, когда родился принц, как его назвали, забыла, у британских наследников на трон, у Гарри и у герцогини. Вот не помню, как назвали этого мальчика. Ну, герцогини после родов на второй день выписался из больницы, была в платье, которое довольно сильно обтягивало ее фигуру. И очень многие желтые газеты напечатали, куда смотрит королевский дворец, потому что она вышла в непотребном виде. Должна была здесь платье, которое скрывало, ну, а после беременности ее живот не успел спасть, да, и была очень большая дискуссия. Почему вот это предмет новостей, да, почему этот стандарт красоты вмешивается в такую интимную сферу нашей жизни, и почему газеты Сиповы не позволяют комментировать это так, и почему, и какая наша реакция, да, мы молчим, мы оправдываемся, да, или мы говорим, что это не ваше дело, или, там, ну, например, протестуем, не покупая тот или иной бренд. Что продает реклама? Ну, вот кроме этого чувства недовлетворенности, наверное, на утре это самый такой главный посыл, и то, что эксплуатирует реклама. Это вот фотография обложки учебника по маркетингу в Галактии. На мой взгляд, вот это вот главный вопрос, что продает реклама? Или через что она продает? Она продает секс, она продает сексуальность, и чаще всего она продает женскую сексуальность. И, как правило, ну, я не ханжа, и сексуальные отношения очень большая часть нашей жизни. Например, по определению Всемирного организации здравоохранения сексуальное здоровье является частью репродуктивного здоровья, да. От того, как наша сексуальная жизнь, мы ее реализуем, зависит то, в общем, как мы себя чувствуем. Очень много статей на эту тему написано. Люди не за то, чтобы в рекламе запретить обнаженное тело. Женщинам приятно смотреть на обнаженное мужское тело, а мужчинам наоборот. Я за то, я против того, что мы используем вот эту вот привлекательность, мужскую и женскую, обнаженного тела, там, в любом виде, продавая услуги, продвигая товар. Я вот против этого выступаю. Есть определенная закономерность, как продает реклама, что она использует. Что, наверное, ну, никто еще не считал в каких-то количественных показателях. Ну, выдавляющее большинство рекламных имиджей используют именно женское тело, а не мужское. Есть разница, как один и тот же производитель, как один и тот же бренд, используют мужское и женское тело в своих рекламных продукциях. Ну, вот, опять-таки, это такой слепок. Реклама из 60-х, человек полетел на мир. Что мы продаем? Мы продаем чистящие средства. Через кого мы это продаем? Через женскую роль. Причем такую роль, как бы, с одной стороны, очень передовую. Женщина уже в скафандре, а не просто в фартуке на кухне. Она уже в космосе, но и в космосе она там драет. И вот ей вот это вот средство, как бы, в помощь. Реклама витаминов. Мой секрет прекрасной кожи я глотаю. Реклама витаминов для женщин. Есть очень похожая реклама этих же витаминов с российской кинозвездой, где она показана в совершенно другом ракурсе. Она женщина профессиональная, она много чего делает в своей жизни, совмещает профессию и семью. Ей нужны витамины, чтобы поддерживать себя в форме. Это тоже очень разные посылы. Вот эта вот сексуальная коннотация, да, я глотаю это как намек на сексуальную практику. Вот она тоже, это часть интриги, часть привлечения внимания. И, конечно, она продает. Ну, для кого это реклама? Для потребителей женщин. Там вот как женщины-потребители, которые покупают. Вот мы с этой рекламной согласны. Нам комфортно, когда витамины для нас продаются через сексуальную практику. Или это, скорее, ну, можно было бы увидеть на рекламе, не знаю, презервативов или каких-то игрушек для занятий секса. Реклама пива. Ну, наверное, вообще без комментариев. То, как выбрано направление, да, то есть по разным сторонам дороги, разъединенные женские ноги, вот эта вот как бы дорога, которая уходит вдаль. И реклама пива. Можно ли на эту рекламу, можно ли ее не заметить? Нельзя. Но она вот настолько как бы загораживает все. Вот это вот в канадском каком-то городе, где вот этот трафик, пробка, это естественная как бы часть, да. То есть там часто стоят машины в ожидании того, чтобы, ну, такой час пик. И все, конечно, успевают это рассмотреть. Опять-таки, наше отношение к этому – это нормально, мы готовы этот продукт покупать, мы готовы, чтобы наши дети к этому относились как к нормальной части. Или все-таки мы можем говорить о неких этических правилах в той же рекламе и устанавливать другие стандарты и давать какую-то оценку. в этой рекламе тоже продажа, не знаю чего. Автолап, чешская реклама. На самом деле не важно, что вы продаете. Важно, чтобы там была женщина в какой-то позе, которая, ну, привлечет внимание. И, на мой взгляд, вот эта вот социализация через такую рекламу, она тоже нашей сексуальности наносит определенный ущерб. Потому что у каждого человека своя собственная сексуальность развивается в каком-то там своем темпе, да. Мы в разное время изучаем свое тело. Мы понимаем, что нам приятно, как мы готовы отзываться на какие-то, ну, взаимодействия с партнером. Вот когда мы видим уже кем-то определенный, там, поза, да, взгляд томный или, ну, не знаю, какой-то сетап, где эта сексуальность раскрывается, мы свою сексуальность не разбиваем. Потому что мы начинаем покупать то, что предлагает внешний окружение. И в этом, на мой взгляд, самый большой вред. Понятно, что если бы мы это делали естественным путем, это заняло бы больше времени. Но это была бы наша сексуальность, да. А в это самое время мы покупаем стереотипы. И стереотип, он чем плохо? Он, с одной стороны, наше время экономит, да. Мы, как бы, каждый раз не задумываемся, что сейчас сделать. С другой стороны, он появляется задолго до того, как появляется наше собственное мнение. То есть мы еще не знаем, насколько хороша женщина в политике. Мы все говорим, что политика грязное тело, она не для женщин. Мы еще можем не иметь свое мнение как мужчины, как воспитатели. Мы говорим, что это вообще не мужское дело. И это не мужчина, если вы сидите дома с детьми. И так работает стереотип. И вот стереотип в отношении сексуальности, он работает точно так же, да. То есть когда мы видим эту позу, она уже кем-то придумана, отрепетирована. Хотя, может быть, она по-настоящему, может быть, она и сексуальна. Но мы принимаем скорее ее, чем продолжаем развивать свою собственную сексуальность. И вот в этом смысле это тоже такой еще одна опасность. Но, опять-таки, это реклама автомобиля. И все равно посыл или имидж один и тот же. Доберись туда быстрее. Женская нога какая разметка на дороге. Видны трусики. Ну, как можно пройти мимо? Невозможно. Купят такую машину? Возможно, купят. Ну, вопрос, как мы к этому отнесемся. Женщина витрина, которая продает, рекламирует подарки, ну, или мужские аксессуары. И, в общем, это такой посыл, что и женщина тоже может быть аксессуаром. Я, возможно, утрирую. Потому что я в этой теме очень давно работаю. И у меня свой такой профессиональный взгляд. Но вот в какой-то момент я бы хотела вас послушать. Вот то, что вы видите, как с вашим мировоззрением соотносится, если вы не часть профессионального сообщества, или если вы часть профессионального сообщества рекламного. Вот вы видите, что вы в такой рекламе? То же самое, что и я, или по-другому? Кроме того, что это цепляет. То, что вы. То, что я? Почему? Ну, это же очевидно. Ну, что, для вас это оскорбительная реклама, или некомфортная реклама? Я не знаю, просто это, ну, настолько мощный стереотип, что, ну, действительно, мы о нем где-то задумываемся. Правда? Что, ну, что, да, что она могла говорить иначе. Угу. Конечно, можно то же самое, наверное, продать по-другому, да? Не оскорбляя, например. Да. Угу, красиво. Ну, надо сказать, что женское тело, родное женское тело – это красиво. Единственное, что цель рекламы исключительно конеческая, потому что, ну, если бы это было просто вот убрать всю вот эту вот вот мишуру, все эти часы, туфли, ремни и так далее, если бы, не знаю, была фотография какого-нибудь известного фотографа, мы бы говорили о неких… Про разведение искусственного. Да. А здесь конеческая цель, поэтому для кого она предназначена для определенного отрезана, то есть, и придется подчиняться законам, то есть, говорить на монетном для них языке, поэтому… Я несколько лет назад проводил тренинг для ассоциаций амкетологов в Молдове, вот, и профессиональное сообщество, копирайтеры, дизайнеры говорили часто о том, что их тоже не удовлетворяют такие имиджи, они не хотели бы, чтобы это было продукт их профессии, но они работают с заказчиками, заказчик приходит и говорит, да, вот эта концепция свобода, там, самовыражение, вот давай тетеньку, значит, Богу, и это продаст на раз-два-три. И это та дилемма, с которой сталкивается профессиональное сообщество, я тоже это понимаю, но я думаю, что есть и, как бы, влияние обратно, ведь каждый, ну, человек на своем месте может предложить некой альтернативу за не очень большие деньги, потому что, конечно, это самое, это первое, что приходит нам на ум, но хотели бы, чтобы это было в нашем портфолио, может быть, не всегда. Я думаю, что нужно, учитывая, что, ну, не знаю, высыщенности или присыщенности, то есть, если везде поставить десять турбордов и везде будут там дежурные девушки, прикрыты там определенными товарами, которые рекламируются, то смысл какой – выделиться. То есть, естественно, на одиннадцатом турборде будет уже одета девушка, которая будет прикрыта тем же, там, дежурные рекламируются. Так ведь не бывает, что будет десять турбордов в один ряд согласилась. Понятно. Также очень уважаемые бренды тоже используют эту сексуальность, женскую, причем сексуальность – это реклама такой функции, как зум в фотоаппарате. Вот это ваш слева фотоаппарат без зума, там, два миллиона пикселей, а здесь вот три миллиона пикселей. Все совсем по-любому, да? А у меня очень-то женский вопрос. А дяденьки когда начнутся? Девушки – это хорошо, дяденьки. Ну, вот, понимаете, ну, мне кажется, это еще одна крайность, куда нам очень не стоит. Ведь цель не в том, чтобы унизить мужчину, да, чтобы мужчины посмотрели, как унижена женщина в рекламе, и изобрести рекламу, которая бы ее унижала. Мне кажется, ну, это очень такая плохая стратегия, вернее, непродуктивная стратегия. То есть цель в том, чтобы показать, что мужчины тоже могут быть на этом месте, но разве мы этого хотим? То есть мы не можем достичь радости насчет унижения другого бога. Мы хотим вот реального, да, и хотим понимания, откуда это родилось. У вас какая дискуссия родилась? Обсуждение? Пожалуйста. Поделитесь. Уникальная реклама, где мужчины стоят, любившись объективами, и там, ну, да, они-то… Ну, да, они-то… Мужская сексуальность сегодня также используются, я согласна. Но вот, наверное, в ряду всех остальных, всего там, массива этих имиджей, женщина больше, чем мужчина. И не за то, чтобы мужчин там было лучше. Вот молдавская реклама. Даром сейчас это что-то? Кредит. Приходи без денег. Бери ее. Бери вообще технику. Коннотация. Бери ее, женщину. Бери ее технику. Всего один час и она твоя. Забудь про все. Сейчас даром. Это супер. Приходи без денег. Украинцы. Купи. Девчи. Ну. Купи. Девчи. Девчи. Не по дорогам. И вот эта даже надпись в квадрате красный. Вход лицам до 18 лет не заборонит, да. То есть, как бы намек на то, что очень часто сексуальный контекст, где есть, или там какая-то реклама с сексуальным контекстом, или фильмы, например, сопровождаются надписью, что вход лицам до 18 лет запрещен. Здесь же наоборот. Купи девчину. Купи девчине. Купи девчину за подарок. Разные коннотации, которые наталкивают на то, что вот это вот такая женская роль, ну, продаваться за подарки, или женщину завоевать легко за подарки, и мужчине нужно стараться произвести впечатление. Реклама, которая очень много протестов в Украине, даже и в профессиональном сообществе вызвала, да. Возьми в рот. Сеть егиторинг и сеть закусочных. Тем более, эта сеть позиционировала себя, как ресторан семейного типа. Куда приезжали с детьми, там, машина, ну, то рекламу сняли. То же самое, раздвинь палочки. Чемпионат мира, то есть можно продавать все, чемпионат мира, который проходил в Украине, тоже был очень отмечен, использован сексистской рекламой. Ну, кстати, сексизм по определению это превосходит, это идеология превосходства одного пола над другим, да. То есть, когда мы начинаем говорить, ну, поставить один пол в какую-то ее рамку по сравнению с другим. Говорим, что женщины красивее, мужчины лучше, умнее. Тогда рождается вот это неравенство. Аксессуары на все случаи жизни. То есть, не важно, что вы продаете, тут телефоны, фотокамеры. Ну, вот и женщина тоже такой аксессуар. Ну, вот тема совсем другая, других ролей из России. Ну, понятно, что эта реклама запомнится, и наверняка она по этой причине появилась в интернете, а я ее оттуда скачала и сегодня вам ее презентирую, но... А что против этой рекламы? Против того, что вот здесь мужской имидж бы никогда не появился. То есть, очень сложно представить рекламу, где бы вот в таком пирожичном, с издевкой немножко тонью, обсуждалась бы, например, роль свеклы, да. Нету анекдотов про свеклы, нету анекдотов про тестей, нету анекдотов. Есть? Ну, вот, конечно. Вот, ваше, конечно, для меня есть причина для этого, что наши сегодня роли так распределены, что мы можем, ну, вот, женщины посмеяться с большей охотой, и она скорее здесь поехала, чем мужчина. А можно я немножко усвою лекцию? Мы увидели примеры, теперь я хочу услышать, как с этим бороться, или что нужно делать, то есть варианты. Сейчас перейдем. Потому что уже, ну, в примерах можно выйти на улицу, посмотреть их очень много, и не надо даже здесь сидеть. То есть их очень много. Хорошо. Ну, я все-таки продолжу, но, да, мы перейдем и к тому, какие есть атернативы. Качественная связь с командиромкой. То есть я пытаюсь показать вам и современную рекламу, в том числе реклама одного из брендов мобильной связи. Какая? Российская. Ну да, если вы поняли основную мысль, то, как бы, каждая реклама не нуждается в подробном комментарии, да, но вот мой, как бы, я смотрю всю рекламу, мужскую в том числе, но я больше нахожу именно имиджи, где используется женское тело, женская сексуальность, а не мужская. Ну, вот, я, как женщина, тоже не против посмотреть на обнаженных мужчин. Мне это нравится. Но, наверное, не в рекламе и не в публичном пространстве. И не в таком виде. Купил нету, застрахую ее. Вот эта реклама, после которой недавно российские активисты протестовали, к сожалению, она так и не была снята. И даже, ну, в государство окна не обращались. И она осталась. Это серия рекламных имиджей, где немка, немка как женщина, немка как машина. Машина производства, там, Германии. Купи чешку, купи японку. У них там целая серия была. Таких рекламных имиджей. Вот реклама украшений ювелирных. Тоже, где есть и мужская, и женская. Да, опять-таки. Пока я не знаю, что в твоей коробочке, ну, посмотрим, что ты мне предложишь. Как только коробочка открыта, и я готова принять твоего предложения. Мне кажется, здесь эта реклама, ну, унизительная для мужчин и для женщин. Вот тоже самая целая серия. Пока неизвестно, что ты можешь предложить. Вот ты выглядишь так. Когда я коробочку открыла, ну, красава. Ну, это же выходит за рамки рекламы. То есть, вот этот имидж, он уже сформирован не рекламой, он сформирован сериалами, всем, что окружает книжками современными. Искусство, так-то, вот таким вот, я говорю. Почему мы останавливаемся именно на рекламе? Потому что это особый вид искусства, который нас влияет, и который мы не анализируем. Почему мы не останавливаем тогда сериалы? Ну, это тоже вопрос, почему мы не останавливаем сериалы. Об этом можно говорить. Понимаете, сериалы – это киноискусство. Оно в продолжительность по времени. Там совершенно… То есть, реклама не работает как сама по себе. Она работает в комплексе социума. Удалив рекламу, здесь нужно либо удалить всю рекламу, либо ее оставить. Реклама же не тащит сервизионная. Реклама – это рекорд. Я иду на работу. Реклама – это сервизионная или сервизионная. Да. Это сервизион можно выключить, а вот это вот не выключить. Иногда оно вне нашего контроля. Я согласна в том, что реклама – это тоже продукт вот этих стереотипов. То есть, это не сидят злые дизайнеры и как бы думают, как бы эту женщину так показать, чтобы всех унизить. Я понимаю, что это не так происходит. Это тоже продукт, который отражает. Поэтому это зеркало. Но, с другой стороны, поскольку никто с этим не хочет бороться, потому что так удобно, не так можно продать все, сервизион продает все. Тогда он становится конвейером. И вот это… Здесь уже я вижу нашу уровню. Ну, людей как потребителей. Вот пример того, как одна и та же одежда может рекламироваться по-разному, если она предлагается на разные целевые группы, где используются мужские или женские образы. Вот это рубашка Boyfriend. Сейчас очень модно, чтобы у девушки в гардеробе была рубашка Boyfriend. Это, ну, примерно одна и та же рубашка. Ну, предлагает это мужчине… Ну, вот функционал, да, слева. Ну, что рубашка, рубашка. Вот такая клеточка, вот такой размер. А предлагает девушке, как бы, купить рубашку Boyfriend. Производитель, вот, поставил ее в такую позу. Оголил ее ягодицей, там, завязал как-то рубашку выше. Представил ее в очень сексуальной такой позе. Хотя рубашка – это про то же самое, да. Она, как бы, прикрывает тело. Но вот есть, понимаете… Опять, мы послушаем, что есть закономерность, почему женщина изображена там, а мужчина изображен таким образом. Потому что женская роль может больше привлечь, продать и в конечном итоге, ну, как бы, сработать на производителя. А мужская роль… Хотя, опять-таки, мужчины тоже сексуальны. Но мы их сексуальность пользуем реже, чем женские. Тут бай. Ну, наша белорусская реклама сегодня тоже у нее много в коллегах. То есть, до нас это то, что докатилось, заслужило тот отпуск. Это что значит? Мы все заслужили отпуск. Почему? Женщины – это как награда в отпуск? Или как дополнение к этому отпуску? Непонятно. Вот наша полипедника спецмедосмотра, где до недавнего времени водители получали… До сих пор, у меня не получают справки, перед тем, как, ну, на права. Права получить. Сейчас уже этот сайт изменился. Уже нет такой девушки. Ну, около, там, наверное, лет пяти. Вот, когда вы заходите на этот сайт и записываетесь. Водителей… Женщины тоже много среди водителей. Они видели вот такое изображение. В общем-то, солидное издание. Тоже солидное, вернее, учреждение не избежало желания поставить красотку на свою первую страницу. Магатекс. Засервируй меня. У женщины на бедре стоит бокал вина. Оно разлито. То есть, это вот пятно от вина. И рекламируется, опять, защитное средство этого материала. Опять-таки, шансов, что здесь появится мужчина, практически никаких. Поэтому женщину… Засервируй меня. Меня как стол. Меня как женщину. Меня как еще кого-то. Даем кредит. Что дает кредит? Непонятно. Что дает кредит? Непонятно. Ну, я не про то, что реклама должна иметь, знаете, такое литературное произведение. Что, когда, кому, по какой цене. Но вот это… Мы считываем это быстро. Мы считываем сексуальный подтекст. Считываем. И это… Тогда реклама как бы достигает своих… Достигает свои цели. Но согласны ли мы с этим? Вот популярная у нас была в Минске акция. Два месяца интернета по цене одного. Ну, и две по цене одной. Читай как хочешь. То есть мужчина здесь не может рекламировать интернет. Только женщина. Давай займемся. Чем займемся? Сексом? Фитнесом? Не знаю. Поиграем. Акциями готов уже как… Ну, реклама не… Где имиджи используются, а где используется текст. Где сравнивается женская область с качествами женщины. Что реклама говорит? Что призназначение женщины в том, чтобы дарить своим любимым, любимым мужчинам? Ощущение покоя, радости. Когда мужчина радуется? Когда рядом эффектная женщина. Предмет гордости. В какой-то степени его статус самооценка. Вот где женская роль. Вот для чего женщине мужчине нужен. Мне кажется, это и для мужчин как-то некомфортно. Но не нужны мужчинам рядом женщины как мебель, чтобы почувствовать себя сильно. И наоборот для женщины. Выбор мужчины. Какая мужская область? Обувь с характером. Где обувь и характер? Покажите, пожалуйста. Элегантная глазика, цветные туфли. Ну, то есть, тоже понятно, да. Мы товары приписываем нашей роли. И таким образом мы эти роли проецируем на самих себя. Это работает в обоих направлениях. Тоже вот пример того, как по-разному используют мужские и женские образы. Была популярна, наверное, даже сейчас есть такая услуга одного из банков для студентов открытия карточек, чтобы ускорить платежи. Мужчины у нас представлены как умные, с планшетами, там какие-то формулы пишут на доске с планшетом. То есть, оснащенные техникой, книжки. А девушка какая-то вся в пространстве, вся в каких-то пузырях, смотрит куда-то. Ну вот, шапочки. Если бы не было шапочки, то можно было бы написать любую услугу, любой товар, да. То есть, это работало бы как кайфа. И опять-таки, есть причина, по которой женщина в таком образе, да, а мужчина в таком. И эта причина в том, что у нас гендерные роли, как бы, смещены, ну, очень поляризированные. Да, и женщина – это средство красоты. Это вот предназначение женщины – это украшать мужчину. А мужчины – это те, которые завоевывают мир, и они решают. Вы, пожалуйста, на себя эти роли не примеряйте, да. Я говорю об этом, как бы, вот, как эксперт, как человек, который это изучает. Это не про вас, не про нас, про всех. Это, ну, как анализ ситуации. Еще в 70-е годы американский социолог, он вывел особую закономерность, как можно характеризовать мужские и женские имиджи, используемые в рекламе. Это так называемый «вход из реальности». Да, это вот такие позы, которые ничего общего с реальностью не имеют. Так люди не стоят, себя не держат, так не трогают каждый раз. Это вот такие миловидные, ну, выпадения из реальности, скажем так. Вот это он назвал такой прием, да, когда женщины представляются неземными существами. И приобретая этот товар, который женщина рекламирует, вы, как бы, получаете неземное блаженство, скажем так. Вот то же самое. Понятно, что где рекламируется, ну, белье, например, или колготки, очень сложно избежать использования имиджа человеческого. Но в этом тоже есть, наверное, выбор, да, как мы это покажем, через какое, как мы будем использовать это тело. Вот на лекции в Минске, когда я первый раз эту лекцию, читала, были представители, как мне показалось, из Волкома. Мы с ними спорили из отдела Волкома, потому что для них они разрабатывали рекламу, ориентировались на целевую историю женщин, пожилых, которым нужно было предложить телефон с большими кнопками, ярким экраном. Но, опять-таки, почему нету мужчин среди? То есть, почему только на женщину эта реклама направлена? Потому что женщин больше, что? Разумеется, вам шкафон, а не дедушку. Ну, понятно. А почему нету дедушку? Вы думаете, мы думаем... Мужчины живут 6 лет. Но это еще попытка отразить то, что женщине нужна помощь, чтобы разобраться. То есть, у рекламщиков даже нету идеи изобрететь здесь мужчину, потому что его не надо учить пользоваться телефоном. Мужчина рождается с умением пользоваться мобильным телефоном. Причем любой модель. Женщинам нужна помощь. Здесь вот такой посыл. Потому что здесь есть, например, похожая реклама в Икеа, то же самое. Хорошо наточить нож может не только мужчина. Мужчине не нужно продавать точилку. Он же знает с детства. Он социализируется. А женщине нужно продавать. Ну и когда мы это продаем, мы, в общем-то, в своем этом вот тексте как бы немножко принижаем роль женщины в том, что она может прочитать, как пользоваться. Эта точилка посмотреть в интернете. И ей нужна какая-то особая инструкция или какая-то помощь. Она беспомощна. Она зависима. Вот таким образом мы подкрепляем зависимость женщины. И поэтому есть специальная реклама, которая на это ориентирована. Ну вот, а это пример про то, что мужчины тоже объекты. Мужчины тоже объективизируются в рекламе. Вот женщина выбирает среди мужчин как и среди шоколада. Такой, такой, молочно, с орехами. А я возьму и того, и другого. Ну вот про то, что объективизация и вот обеществление людей в рекламе, она распространится на мужчин тоже. Но у них таких объемов как для женщин. Ну вот тоже такой челлендж в узкой роли. Ты мужчина, ты настоящий мужчина. Такой вот с детской игрушкой, в воде потерянный, мокрый. Жалко у него смотритель. Вот брутальный такой. У него на лице отпечаток всей его жизни. Взгляд человека повидавшего. Вот настоящий мужчина. А что это реклама для мужчин? Памперсов, реклама Памперсов. Которая вызвала, не помню в какой стране, наверное, все-таки где-то в Америке. Вызвала очень много протестов по поводу того, что здесь унизительно представлены мужчины. Мужчина говорит, ну подождите, когда я за ребенком ухаживаю, я же не в офисе нахожусь. Я дома, причем здесь галстук. Это как бы имя офисного человека, офисного мужчины в офисной одежде, который меняет памперсы. И здесь тоже такой вызов мужской роли. Я что, не способен это поменять сам? Не способен это делать самостоятельно? И вот мужчины протестовали против этой рекламы, видят в ней как бы так вызов мужским. Мужскую роль воспитателя или папа. Вот они посчитали что-то оскорбительное. Они пишут в интернете петиции. Они собирают такие группы в Фейсбуке. Они пишут производителям, например. Ну пока до производителей дойдет, они пишут в магазины, в которых товар предлагают. Говорят, снимите, уберите, уберите рекламу. А если не убирают? Ну, мы же не везде на мире живем. Кто-то покупает другой бренд памперсов. Это тоже стратегия. Потому что в Европе это действует, наверное, лучше, чем у нас. Ну и вот Finance 2 немножко такую медвежью услугу им предложил. Они рекламируют страховку, вид страхования жизни. Или, ну да, страхование жизни. Что мужчина может страховать свою жену или партнершу. Именно такое вид страхования предлагает компания. Finance 2 как реклама, как назвали за рекламу. Назвал такую страховку, страховка для мужчин-садистов. И посыл такой, что для того, чтобы наступил страховой случай, вы можете, как бы, ну вот, ускорить наступление страховых случаев. Тогда все будут рады. И жена ваша не пострадает, собственно. Потому что страховка вокруг ее лечения. Ну, на мой взгляд, вообще на простом месте придумали такую очень, как бы, глупую идею. Вот это вот заняло у меня один день, чтобы написать комментарий просто в обратной связи и вам убрать. Потому что, я думаю, что это не идея самого страхового бренда. Это идея Finance 2, которую вот решили, как бы, быстренько это преподнести. И в то время, когда вот такой большой проект в стране о предупреждении насилиевых отношений женщин, как бы, это вроде в струю легло. Ну, страховка для мужчин-садистов. Да, мужей-садистов так называлось, как реклама. Вот Белотромбанк тоже, это духо без реальности. Да, взрослая женщина в образе маленькой девочки. Такая зависимая, ну, кого не умилит, так вот. Я себя постоянно чувствую. Маленькие девочки, мальчики. Какая разница, когда маленький ребенок, ты вообще особо не отличаешься от этого. И поэтому сказать, что это наехали на девочку. Ну, или женщина, это хорошо, правильно? Ну, вот здесь причина, а почему здесь не мальчик? Ну, так вот, тем более, не мальчик, а не мальчик. Здесь очень, понимаете, здесь еще, когда дети используются, вот есть реклама, где используются имиды же детей, которые играют на взрослые роли. А вот с этой, мне эта позиция ближе, по крайней мере, там есть какая-то роль, которая ребенку приписывается. Вот какая здесь роль приписывается? Она не вкладчивается в этом банке, она просто какая-то девочка маленькая. Вот тогда, ну, хотя бы хоть какой-то функционал этим детским изображением, когда дается, здесь мальчики и девочки там. Мальчик, например, в белом халате, который там тянется за ним по полу, да, потому что он слишком большой. То есть это предложение. Я вот к этой инженерной рекламе, я не понимаю, в чем здесь, что здесь плохо. Вы не рисуете мелом на земле, вы не играете в игрушки. Я до сих пор играю в игрушки. И еще хорошо замаскировано, когда с детьми своими играют. Вроде бы это они играют, на самом деле это я играю. И вот в этой рекламе я не вижу ничего такого, что вот, ну, я пытаюсь понять, что же заинтересовало вас, и просто не понимаю. Не то, что это Бог, а я не понимаю. Да, я понимаю, что это. Ну, для меня эта реклама еще во всех, в череде всех остальных, еще одно пример того, как можно женщину поместить на любую вид услуги, на любой вид товара. Ну, а если бы сюда положить мальчика, то есть дядю, ну, меня, да, в галстуки, вы бы были не против, если бы я там выиграл, его точно так же с этой же и дружкой, и точно так же пользоваться. Вот я думаю, что мужчина бы здесь не лежал, был бы не играл в роль мальчика, если бы это только не была детская мечта, стать банкиром или каким-то успешным человеком. Если здесь изображается детская мечта, про что она, я не понимаю. Поэтому для меня это еще один очень стереотипичный, это очень традиционный изображение женщины, как маленькой, зависимой, большой банк придет и ей поможет. Вот я читаю эту рекламу так, потому что мужчина здесь не появится как маленький мальчик. Вы уже через бизнес своего восприятия так читаете? Ну, а вот впечатление вот этого массива реклама. Я думаю, что за много этого всего. Вы видите... Ну, мне так кажется, что я здесь не вижу, поэтому я и думаю, что... Я вижу. Окей, я тоже не вижу. Окей. А почему на ней ребенок там появился, не девочка, мальчик там... Хотя это как-то для детей, по-моему, вредит, да? И опять же на мужчину. А почему здесь вот эта роль будущая? Если бы была какая-то еще роль, которую бы ребенку предлагали, ну, может быть, это было бы по-другому. Но здесь вот нет роли. Это просто зависимая девочка. Или просто девочка, которая мечтает о большом будущем. Расти большую. А программа, так сказать, называется «Расти большую», а не «Расти большая». У женщины все сердце, даже голова. То есть вот это про то, кто-то говорил, что в коммерческой рекламе. Вот вам это социальная реклама, да? Ну, понятно, что политика – это тоже большие средства. Но для того, чтобы мы смогли продать наши посылы и вызвать доверие избирателей, мы вот женщине, как бы, как политику... Это такой холодный образ. Надо какой-то более чем очеловечить ее. Поэтому мы говорим, что у женщины все сердце, даже голова. Если вы, например, почитаете, ну, у нас скоро избирательный период, почитаете, какие вопросы журналисты задают мужчинам-политикам и женщинам-политикам. Мужчины практически не спрашивают про их семьи. Спрашивают про их стратегии, про их цели в жизни, чего они достигли, как они состоялись. У женщин-политиков обязательно спрашивают. Ваш любимый борщ, там, не знаю, рецепт борща, рецепт там еще чего-то. Как вы проводите время с семьей? И как вам удается совмещать профессиональную семейную жизнь? Почему такие вопросы мы не задаем мужчинам? У мужчин нет семей, мужчины не любят своих детей. Почему мы это скрываем от избирателей? Это ведь тоже попытка человечества, как бы, мужчину, как политика. Потому что политике нужно не только трезвая голова, не менее быстро, там, жестко принимать решения. И нужно слышать людей, чего хотят мои избиратели. Вот тоже реклама, на мой взгляд, оскорбительная. Я не комментирую политические пристрастия госпожи Матвиенко, но вот засосули перед отечеством. Ее, так сказать, коммерсант хотел дополнительно подчеркнуть ее зависимость от власти, ее продажность, по мнению этого журнала. Ну, там такая темная история, пошел ли в тираж вообще, был ли выпущен этот журнал, это просто такая ложка. Вот вроде как часть тиража изъяли с изображением Матвиенко. Ну, опять-таки, для того, чтобы дополнительно унизить человека, особенно женщину, политика, мы вот свяжем ее политические пристрастия или политическую тактику с какой-то сексуальной еще практикой. Да, то есть это намек на оральную практику сексуальную. Тоже, например, социальная реклама, которая направлена на то, чтобы люди жертвовали свои органы, ну, для других людей, например, завещали после смерти. Реклама говорит, что стань донором, потому что это, возможно, единственный шанс попасть внутри нее, внутрь нее. Очень известна компания ПЕТА, которая борется за права животных и против, например, использования меха, использования поедания мяса. Поедание мяса опускает тебя вниз, подними себя, его, ее. Стань мегетарианцем. Избитая, там, оскорбленная. Женщина изображена, там, известно, как это модель. А внизу подпись «Остановите жестокость по отношению к слонам». Но для того, чтобы установить жестокость, нужно показать на примере женщины, как эта жестокость может выглядеть. Стань мегетарианцем против убийства беременных самок, каких-то животных. Это беременная женщина. То есть, можно, насколько это этично использовать в рекламе. Это не искусство, это реклама? Нет, это какая-то акция. Перформанс какой-то. Перформанс, да-да-да. Ну, это как пример того, что делает пьета и как она использует женщин. Сейчас я покажу, как она использует мужчину. Ну, помыла Андерсина, где ее тело разделено на разные части. В общем-то, сравнивается тело женщины с телом животного. То есть, у нас у всех такие же части есть. Внизу, значит, побрей мех, потому что он не привлекателен. И вот, как эта же компания использует имиджи мужчин. Ну, вот, давайте, знаете, как бы, ну, утрируя. Вот женщина, которая поддерживает пьета, не хотела бы посмотреть на этого актера обнаженным, там, частично обнаженным, полностью обнаженным. Почему он здесь одетый? И почему все предыдущие женщины раздеты? Почему Пол Маккартни вот в таком виде, а не так, как Памела Андерсон выглядит? Почему у мужчин более достойный взгляд и более достойное изображение, чем у женщин? Ну, и вот тоже Джастин Питер, известная звезда. Там, что там написано, животные вызывают у вас улыбку, заставляют вас улыбаться. Усынови, ой, вернее, забери какое-то животное из местного принято для животного. Понимаете, когда мы сравниваем, как одна и та же компания имеет один и тот же посыл, используют мужские и женские образы, мы видим, есть какая-то закономерность и то, как это происходит. Вот наличие сексистских фраз, которые могут быть, и сегодня у нас там были примеры. Заберись в нее тело, что там было еще. Указание, намеку на признаки пола в такой манере, который не имеет прямой связи с предметом, который рекламировался, или товаром, или услугой, или с мотивами потребления. То есть, когда неважно, что рекламируется, то везде есть однородная женщина. Элементы доминирования и подчинения между полами, какие-то открытые призывы к насилию, покажи ее место, заставь ее подчиняться, или там еще что-то. Изображение личности в качестве сексуального объекта, оно вот сравнивано людей с вещами и сравнивано людей с животными, которые направлены на унижение человеческого достоинства. Вот эти вот признаки, они как-то где-то из законодательства я нашла, из местного. Сейчас расскажу, как это можно использовать. Ну, во-первых, какие есть атернативы. Опять-таки, я не за то, чтобы запретить использование обнаженного тела рекламы, как женского или мужского. Ну, вот та же компания DAF, которая несколько лет назад начала рекламу, компанию против вот этих стандартов, навязанных стандартов красоты, предлагает альтернативные имиджи, задает вопрос. Ну, здесь игра слов на английском языке. Прекрасная для мальчинистая. Да, что мы видим? Мы видим то, что не соответствует стандарту красоты, или мы видим человека в возрасте, который не скроет это возраст, но по-прежнему прекрасная и привлекательная внешняя. Что мы видим на этой картинке? Сверхобъем или выдающаяся женщина. Здесь. Grey gorgeous. Седая или великолепная. Ну, опять-таки, игра слов очень сложно перевести. То есть, это такой челлендж нашим, вызов нашим представлениям о красоте. Быть красивой значит выглядеть так, как все остальные, или иметь какую-то свою индивидуальность. Вот так перевели это на русский язык. Например, в России эту компанию. Это вот несколько фотографий социальной рекламы против рака груди, где использована арт-боди. Это вот техника расписывания тела. Боди-арт. Который рисунок нанесен на женское тело. И для меня это вот положительный пример. Здесь такой вопрос. Вы переживаете по поводу правильных вещей. То есть, сосок женщины изображает прыщик на лице. И, ну, и женщины призывают пройти самообследование, да, на раннее выявление рака груди. Мне кажется, да, здесь есть женское тело. Оно не скрыто. Оно вот даже, этот сосок, он, ну, виден. Хотя, оно не полностью, это тело, нам, как бы, доступно, мы увидим. Ну, мне кажется, это есть... То есть, это не замодопустимо. Это, мне кажется, оно, да. Здесь есть достоинство. Которое сохранено при использовании тела, да. Опять-таки, не будем ханджами. Мы не за то, чтобы женщин всех закрыть. Наверное, избежать использования тела невозможно. Но, да, можно сделать по-другому. То же самое и здесь. Вот женщины часто переживают те, у которых кудряшки, что их невозможно распрямить. А те, у которых прямые волосы, как зависят эти прямые волосы. Вот тоже реклама про то, что вы переживаете по поводу правильных вещей. И все-таки есть вещи, которые более... То есть, это не социальная реклама идет? Да, это социальная. Это три таких вот предложения, три имиджа, которые какие-то призы получили. И это, наверное, тоже... Ну, сегодня вот эта реклама, она чаще фестивальная, чем реальная. Потому что это стоит денег. Вот, на мой взгляд, нужно думать о том, как делать рекламу с достоинством, которую бы заказчики могли себе позволить. Ну, женщины, которые переживают по поводу формы своего тела. Тоже разные имиджи, хотя это не реклама, где мы бросаем вызов вот этим традиционным ролям, мужским и женским. Я ваш будущий президент. Другой мужской образ. Шведский актер, который рекламирует или в журнале снимается, участвует в разных компаниях по вовлечению, большему вовлечению мужчин в воспитании детей. И демонстрирует, он продвигает такой, ну, как бы, позитивный образ мужчина-отца, что мужчина может получать удовольствие от общения со своими детьми. Тоже шведская компания направлена на то, чтобы мужчины брали отпуск по уходу за ребенком. Это 90-е, вот это вот 70-е, когда шведское правительство впервые такую программу организовало, чтобы мужчины брали отпуск по уходу за ребенком. Вот такой вот типичный швед 70-х годов счастливый. Мы с этой компанией сотрудничали, когда-то у них заказывали какую-то рекламу, и для своих клиентов на 23 февраля они будут сделать такие смешные предложения. Даже мы пропускали усы. Усы для каждого типа маскулинности. Вот чат с чатами. Добрый, смешной, великий. Настоящий мужчина. То есть это реклама про то, что нет одного образа маскулинности или женственности. Фредди Майкери, Василий Иванович Чапаев. То есть разные усы, разные мужчины, разные типы маскулинности. Но все еще мужчины. И теперь подходы к регулированию рекламы. Про то, как бороться и что с этим делать. Ну, во-первых, надо сказать, что здесь сталкиваются очень два идеологически сильных подхода. Первое – это то, что я, как потребитель, имею право выбирать вообще, если мне реклама не нравится, и мне есть право возмущаться и требовать ее запретить. А второе – это свобода выражения своего собственного мнения. Ну, вот, например, в Штатах это известная поправка о гражданских свободах и возможности каждому говорить все, что он хочет. И очень известный пример Ларри Флинта, основателя журнала «Хаслер», который выиграл в американском Верховном суде битву за то, чтобы иметь право выпускать свой журнал. Кто бы на него ни жаловался, он использовал очень такие унизительные имиджи, по мнению истцов, которые против него подавали иски. Например, показывал священников, которые занимаются сексом, показывал красную шапочку, дровосетка, вот это вот волшебник изумрудного города, детских героев, которые занимаются сексом. То есть было очень много против него дел. Он местные суды частично проиграл, на него было совершено покушение до конца жизни, он находится в инвалидной коляске. В Верховном суде он выиграл. Вот это тоже его реклама. Хотя здесь он манипулирует тем, призывает, что мы не позволим больше относиться к женщине как куску мяса. Хотя вот то, что он делает, то, что он здесь показывает, это он, в общем-то, и показывает женщине как кусок мяса. То есть здесь очень сложно найти золотую середину, потому что у того и другого лагеря, скажем так, есть свои аргументы и свои права. Выражать себя, если это средство выражения, как они хотят. Как реклама регулируется? Через корпоративную социальное ответственность, добровольные стандарты, когда сами рекламодатели разрабатывают такие стандарты для себя, таким образом гарантируют качество потребителю, через влияние общественного мнения, ну вот это наш активизм, через прямые законодательные акции. Это судебные решения, штрафные санкции. Ну, корпоративная социальная ответственность, как бы, наверное, не будут долго останавливаться на ее преимуществах, но то, когда, если компания показывает, что ей не все равно, какую рекламу она выпускает, ей не все равно мнение потребителя товаров или услуг, она, как правило, получает больше доверия со стороны потребителя и лояльности потребителя своего услуга. Вот, например, несколько лет назад, очень недавно, по-моему, три или два года назад, в Харте Европейской Ассоциации Косметики и Слезда Виены собралась и придумала свои стандарты рекламы, где она, например, вот сделала такое заявление, что реклама косметического продукта не должна содержать сцены сексуально-оскорбительного характера, материалы, текстовые материалы, которые могли бы быть унизительны для мужчин и для женщин, и чтобы реклама не была враждебно настроена к определенному полу. Вот, не режиссировать сцены с обнаженными моделями, унизительным и вызывающими прощение оскорбительным образом, не сосредотачивать внимание на теле в частях человека, в качестве объекта, когда это не имеет отношения к рекламируемому продукту. Например, рекламируются шины, а в кадре губы женщины. Ну, это вот, чтобы понять, про что это. То есть вот это вот инициатива самих производителей рекламы, которые говорят, что на этом, как вы приводите пример, мы хотим, чтобы мы были одиннадцатые в этом, да, списки или списки всех рекламных билбордов, и мы хотим отличаться как-то, и мы заботимся о своих потребителях, потому что мы понимаем нашу ответственность как рекламодатели. На Украине ассоциация маркетинга тоже придумала стандартные дисциплинационные рекламы, именно они влияли на, ну вот через их как бы посыл, что ли, была запрещена эта реклама в Якитории, которая показывала, возили в рот, развили палочки. В Великобритании, например, такая инициатива, есть агентство рекламных стандартов, и они запретили рекламу после того, как всего лишь восемьдесят один, ну, всего лишь восемьдесят один человек, счел оскорбительно, декриминирующий мужчину, призывающих к насилию. Вот эта реклама. Это какой-то был бренд новой, по-моему, обуви, вот они призывали женщин покупать обувь, и как бы говорили, что вот наша обувь такая сильная, вот как бы мужчин наповал сразить. Вот мужчины и женщины, в том числе, стали протестовать, и они решили, что это прямо пресса к насилию, да. Вот это еще кровь, пронизано мышцкое тело, рекламу было с ним так, вот, производителем. Ну, через общественное мнение тоже очень похоже. Вот инициатива, как женщины протестовали. Это тоже такая очень интересная рекламная идея. Она была вообще, не продавала никакой ни товар, ни услугу. Рекламное агентство выпустило целый ряд рекламных таких лозунгов, слоганов, где были намерены допущены ошибки. И цель этой рекламы была показать, как какое сильное влияние имеет реклама на нас вообще. То есть, что мы обращаем на нее внимание. Здесь тоже допущена ошибка, там, в глаголе, по-моему, в каком-то времени неправильно, то есть, ну, посыл такой, что карьера делает женщин плохими материалами. Вот, но среагировала, то есть, реакцию получили совсем другую. То есть, женщины мало того, что, конечно, заметили эту рекламу, но они протестовали против того, что, ну вот, что было выбрано в качестве фразы. То есть, фактически, была принижена там роль женщин, которые строят свою карьеру. То есть, ты выбирай, или ты мама, или ты. Здесь плакат, который сравнивает цену, которую мы платим за усовершенствование внешности. Там покупаем грудные имплантанты, делаем операции. И что мы можем за эти деньги сделать в своей жизни, ну, такое более достойное, что ли. Например, имплантанты грудные, операции по имплантированию грудных имплантантов – это один год обучения в колледже. То есть, вот, как бы, здесь сравнивается ценность, да, то, что мы инвестируем в свое тело, что оно имеет как ценность материальная, если мы по-настоящему инвестировали в себя как личность, а не как в тело. Есть такие кампании, так называемое табуирование, когда, ну, активисты выбирают рекламу, которая, по их мнению, унизительно по отношению к тому или другому полу, где замещается надпись, выражающая мнение этих активистов. Вот здесь написано, является оскорбительным для женщин. Вот это вот та самая реклама, где вот можно посмотреть, если это вот иерархия, да, мужчина стоит, женщина в таком подчиненном положении, и наоборот, по-моему, там рекламируется слева компьютер, это из 90-х годов, еще такая старая компьютерная техника, там ракета взлетает, такой фаллический символ, женщина раздвинула ноги, ну, понятно, какой посыл, или это пиво рядом стоит, даже сложно рассмотреть. Ну, вот активисты решили, что они тоже имеют право выражать свое мнение и табуируют такую рекламу. Вот то же самое. «Твой бургон имеет прекрасное тело и прекрасный характер. Я бы хотел, чтобы такими же качествами обладала моя девушка». Реклама виски. Ну, вот налепили оскорбительную для женщин. То же самое здесь, один из шаров в боулинге, изображен, как женские ягодицы, со стрингами. В Австралии выпускают вот такие наклейки, которые клеятся на такая спамовая публичная компания. «Этот или сексистский. Давайте будем бойкотировать сексизм. Если ваш продукт так хорош, зачем вы используете сексизм, чтобы продавать его?» То есть такой вызов или ответ к рекламодателю. Через законы, как реклама регулируется, наверное, это самый жесткий способ и уже подтверждение того, что все-таки люди хотят влиять на то, какие имиджи используются. Ну, есть такая женская конвенция, которая наша страна написала, где написано, что стереотипы, культурные нормы, влияют на положение женщин в обществе, ими нужно заниматься. Ну, то есть как-то продвигать и призывать к равноправлению. Есть резолюция Совета Европы, которая призывает государство к ответственности, потому что все-таки государство регулирует рекламную продукцию. В Эстонии приняли поправку к закону рекламы, где определили неуместным на году такие термины, как использование человека как социального объекта, женский грузишек, привлечение внимания к товару или услуге, в качестве причины, по которым реклама может быть запрещена. Ну, и тоже директив Евросоюза. Еще такой вот очень интересный пример, возможно, вы слышали, два года назад в Фейсбуке был такой большой скандал или обсуждение. Женщина, кормящая мама, разместила свою фотографию, как она кормит ребенка. Там было изображение груди. И Фейсбук, администрация запретила это снимок, как вот такой неуместная нагота. В то же самое время очень распространенные в Фейсбуке были такие комьюнити, сообщества, они назывались, например, «Ударь свою девушку, толкни ее и посмотри, куда она полетит», где использовались очень оскорбительные такие имиджи для женщин. И на это, то есть когда активисты администрации Фейсбука призывали закрыть такие комьюнити, никак не реагировалось, влазь на вот эту вот поправку, что у нас у всех есть право себя самовыражать. То есть вот как странно и как противоречиво, то есть изображение женщины, кормящий ребенка, это является неуместным наготой. А вот это вот издевательство в отношении женщин было признанно нормально. Но тем не менее активисты добились своего, и такие комьюнити были закрыты, и уже сочинены были правила регистрирования. То есть для того, чтобы такую комьюнити сейчас открыть, то есть надо, чтобы был профиль и возможность отследить, кто такие вещи размещает. И сегодня это рассматривается как язык вражды. Ну вы тоже, наверное, слышали, что язык вражды, он наказывается, если он используется в отношении мигрантов, людей, разных сексуальной ориентаций, гендерной идентичности. Сегодня он тоже начинает использоваться в отношении разных полов. Вот очень у нас тоже в свое время ходившая по интернету обсуждаемая реклама российская, которая запретила федеральная антимонопольная служба. Ну вот не знаю почему антимонопольная, но в общем запретили по этическим соображениям. Кто-то из вас может помнить рекламу АБЦ, хрен АБЦ, купи три пятый получи, купи четыре пятый получи бесплатно. Там где АБЦ это вот продукция, они хрены продают, майонезы, купили томатную пасту, был такой имидж продавчицы, как бы все у нее было на виду, очень выразительное декорте. Мужчины приходили, западали на нее, и дальше был такой контекст, получи скидку, если купишь больше, где было очень сложно различить, являлся ли этот диалог в отношении товара или в отношении мужчины этой продавщицы. И наше, не помню какое министерство, смотрела там скрытую рекламу сексуальных услуг. Ну, я как бы не очень понимаю повод, но тем не менее она была запрещена. Сегодня она идет в таком урезанном режиме, где вот этого всего диалога нет. Тоже реклама банка Тинькофф, очень такой известный банк, который как бы начинал любыми средствами платить за свою рекламу. Вот кредитная карточка вставлена в женские ягодицы. Кредитная карта для любых мужиц. Ну, как это можно консультировать? Это то, что запретили во Франции, потому что реклама, как посчитались, отрицательно сказывалась на подростках, очень имеет такую сильную коннотацию с оральным сексом, причем с оральным сексом с несовершеннолетним подростком. Ну, а посыл хороший, да? Курить, значит, быть рабом табака. Кто из нас против такого посла? Никто. Но есть, наверное, какие-то границы этичности, этические стандарты, на которые мы должны обращать внимание. То же самое есть здесь. И вот в Великобритании эта реклама тоже была признана на нижающее достоинство женщин. И все. Вот это все, что я хотела вам сегодня сказать. У нас есть до 9 буквально 15 минут, чтобы какую-то обратную связь, или вопросы, или свое мнение рассказать. И спасибо за диалог некоторых и за то, что внимательно следует. Скажите, в реальности я, допустим, пишу рекламу, это даже не допустим, я ее пишу, которая меня возмущает и так далее. Что я могу сделать? Вы можете написать тому, кто произвел рекламу, производителю. Вы можете написать тому, кто заказал, потому что, ну, заказчик, это не есть производитель, выразить свое мнение. Вы можете написать в государственного органа у нас в Министерстве торговли, которые признают рекламу? Да, да. Там реклама, в моем случае, то, что меня вымущает, в Бресте реклама против абонтов, и очень за такой вот традиционным область женщины, значит, что рожать, ну, например, может, с полгода, с год назад, прям везде. Это такой местный какой-то, я знаю, что это местный предыдущий человек, да, это его... Инициатива, да. Да, но у меня... Это, возможно, даже не реклама, если это частная инициатива? Это тоже, да, получается, не реклама, а не знаю, это обладает средствами, чтобы это... Что? Такая социальная реклама. Ну, надо сказать, да, социальная реклама, которая, мне кажется, вот... Ну, мне кажется, формально такая вещь не может быть представлена реклама, потому что реклама, там, ну, должно быть, там, хронометраж, или, там, оно должно продвигать что-то, ну, там, какие-то формальные признаки, если... Ну, для ценности определенные, то есть. Ну, да, или там... Последняя инстанция, куда обращаться? Ну, вот, написал по производителю, про заказчику, а они про игнорировали. Написал при пристесе торговли, они тоже про игнорировали. Или просто отписку сделали, да? Вы понимаете, здесь все хорошо, мы боремся за рождаемость в этом случае. Что делать дальше? Ну, дальше просто вот... Какой-то гражданский авторий. Нельзя идти в суд же с этим. То есть нет такого законодательства? Мы что-то... По Белоруссии в частности. Ну, у нас, я думаю, что... А вы где жили? Вы арбитерские? Я в Минске, ну, в Белоруссии. То есть в Белоруссии? Да, да, да. Но законодательство белорусское вы в этом плане не изучали? Ну, я смотрела закон о рекламе, там вы можете, как и любой другой рекламе, вы можете подать в суд, например, что она вас оскорбляет как человека, да? Ну, у нас, как бы, такие иски практически... Хорошо. Есть ли какие-то организации, через которые она может бороться с рекламой? Я не знаю, где их организовать. Ну, я, знаете, мой посыл не про то, чтобы бороться вот так, бороться насмерть. Давайте начнем с того, чтобы вообще рефлексировать на эту тему. Это, наверное, сегодня очень актуально, ну, и легко. А второе, вот есть... Мы обсуждаем такую инициативу с коллегами из Института журналистики БГУ. Проводится рекламный фестиваль каждый год в Минске. Сделать кругу стола и вместе с профессиональным сообществом поговорить. Вот, вообще, как профессионалы видят? Это проблема для них? Или у них совсем другая точка зрения? Если вы эксценируете, это будет здорово, но я бы не пошел к вам на стол. Зачем? Зачем проблема, если я так все продаю? То есть мне, как реклама заказчику, мне неинтересны ваши столы, что вы там обсуждаете и пытаетесь прикрыть мои свободы. Ну, у вас есть на это полное право абсолютно. Да, так вот я и хотел услышать варианты борьбы, а я не услышал. Ну, сегодня, например, знаете, реклама продавалась, реклама была эффективна, когда она была на русском языке, да? Сегодня профессиональное сообщество имеет такую фишку, это считается модным и патриотичным, разорвалась реклама на белорусском языке, хотя русское тоже хорошо продавалось. И мне кажется, это тоже вопрос не только о деньгах, это вопрос о своем местной профессии, о своем развитии, будущем профессиональном, его нужно немножко шире рассматривать, о своем способе самореализации. Ну, и потом, если искать какую-то последнюю инстанцию, администрация президента, ну, она, естественно, не будет заниматься таким вопросом. Нет, не будет. Они отправляют письмо в торговлю, чтобы оно разобралось. Торговля скажет, что мы уже отдали ответы. У нас и сейчас у нас комиссия по этике в министерстве торговли, как она там называется, которая именно запретила рекламу этого хрена АВЦ. Вот они могут дать свое мнение, и это, наверное, последняя инстанция в таком профессиональном сообществе. Комиссия по этике или социальной? Комиссия, я не помню, как она называется точно, по поэтике, по еще почему-то. А вы бы могли поставить эту комиссию? Да. Ну, вообще, ваша цель, вы бы могли быть в органах власти, которые контролируют рекламу? Есть ли такая цель вообще? Для чего вы нам рассказываете? У меня такой цели нету. Я вам рассказываю, делю свою точку зрения. Может быть, для кого-то это станет вашей возможностью. А, хорошо. Это будет скрытое, будет какая-то спамовая реклама, которую будет сложно регулировать. Моя задача, в том числе, какая-то жизненная миссия, позиция в том, чтобы говорить о том, как гендерные стереотипы влияют на нас. И влияют чаще всего негативы. Реклама – это вот и конвейер, и зеркало. Оно отражает, и оно нас создает. Ну, по сути, да? Вот мне нравился лозунг СССР. У нас секса нет. И реклама, которая в том виде обнаженном, ее не было тогда. И, в принципе, мне нравилась женщина, как мать, которая воскрытывает детей и есть достойная супруга, да? И, например, я смотрю на эту рекламу, и смотрю на эти, ну, тело, да? Вот эти вот девушки. Я бы не хотел, чтобы моя жена или кто-то дочь, или так далее, любители, как они, и продавали свое тело вот за эту рекламу. То есть, возможно, в рекламе стоит еще заняться тем, чтобы ограничить количество этих моделей. Я не за ограничение, я за самосознание. То есть, то, что мы это поняли, это одно. Знаете, как это? Ну, нет выхода из этой ситуации. Выхода просто нет. А вы хотите выход здесь и сейчас, да? Чтобы вот, я рецепт выписывала? Такого не существует? Да, я написал твой рецепт. Слышите? А выбора нет. Нельзя развидеть вот эту рекламу. Ну, правильно, да? Можно понять, что это происходит? Можно понять, что это происходит? Да, я понял. Я понял. Это когда мне уже становление личности произошло. Ну, когда ребенок маленький бегает по улице, то я не знаю, как ограничить. То есть, я когда со своей колокольник смотрю, да, я понимаю, но как сделать так, чтобы этого не видели те, у кого не сформировалось это сознание? Это же был и вопрос в этом. Мы как-то... Самый первый кадр у вас замечательный. То есть, это последствия или это мы сами делаем? Да. То есть, что первично? А первично то, что мы не можем в настоящий момент ограничить от рекламы тот этой существующей. Следующее поколение будет еще более, более, более ее съедать. Ну, я не согласна, что мы не можем. А что мы делаем, чтобы это ограничить? И наступает только тот момент, когда возникнет вот этот вот одиннадцатый плакат. Вот только когда возникнет? Нет, я не согласна. Я считаю, что мы не можем только потому, что мы ничего не делаем. Кто сегодня что-то делает, протестуя против рекламы, не выражая свое мнение как потребителя. Мы этого не делаем. У меня есть друзья, которые сегодня покупают российские товары. Да, это вот, это тоже вот некий гражданский активизм. Очень такого первого уровня, но это гражданская позиция. Если вот вы, через вас выражается это так, ну давайте это тоже, работает хотя бы на таком уровне. То есть то, что мы можем делать, оно ведь не надо сразу законы принимать, всех сажать в тюрьму, наказывать. Мы как-то вот это первое, что приходит на ум. Мне кажется, что насилием мы не решим это. И вот регулировать сверху не решим. Давайте говорить, а что я готов сделать? А не там кто-то, который сидит в администрации, принес? Ну вот я готов готов, что делать? Да. Потому что есть много. Потому что всем есть что сказать. Кто может сказать, пожалуйста, я опроводирую. Да, пожалуйста. Потому что мы, получается, что, слушаем рефлексию, а кто-то имеет что сказать еще? Ну, я просто по поводу пользы данной информации. Нет конкретно определенного выхода, дата рецепта. Но, опять же, если обращать внимание большего количества людей, что, ну, я согласен, что многие вообще не рефлексируют, не думают о том, что там люди несут из рекламы. Что, окей, может быть, кинул взгляд. Ну да, что-то не то, но псих с ним побежал дальше. Но, опять же, чем большее количество людей это будет возмущать, и какое-то будет расти количество обращений по поводу конкретных, там, что там повесили на улице, там, про дизайнский проспект, с барышкой, там, в трудах, да? Ты возмутил это одному, что это тебя, ты прошел мимо. А если это возмутит, там, 80 человек, да? И они все напишут госболком, литки выпили. Слушай, где те бабушки, почему они не пишут, где голос я отвечу, они хотя бы эти не помогают себе воспользоваться. Вы знаете, написать. Просто и бабушки станут работать, для женщин, и женщин, и женщин, и женщин, и женщин, и женщин. Нет, почему? Пока эта обратная связь зайдет, это пройдет я не знаю сколько, да? Это вопрос. Ну, это рефлексия, я уже такая. Приглавном, я не говорю о том, что я хочу, чтобы управлять. Просто позвать вам, что хочется сказать. Спасибо. Я хочу сказать, что, мне кажется, вы подменяем понятие. Я считаю не о том, чтобы там же ответили, если это еще, а о том, чтобы просто развивать женщинское мышление. И как бы ваших детей, вы там себя воспитываете, да, чтобы им объяснить, что могут быть на разные точки зрения. И что они не смотри, а смотри, но помнишь, что нужно там через такую толку это смотреть. И все. Но у него выбор пока не будет. Это у меня прямой ответ. Вот уже не сможешь быть со своими черками везде и в себя. Я имею в виду не в деле, а вообще, я имею в виду, что физическое мышление, я только прошу мышью в принципе. Потому что, мне кажется, мы живем полностью, как бы, ну… С отключенными. Да, при каком-то автомате полном, да. То есть, я не вижу рекламу в принципе. То есть, у меня, ну, я не знаю, какой-то там альфиспан стоит. И я когда еду по улице, я не вижу рекламу. Да, но она есть, и я думаю, что она на тебя не воздействует. Ну, я не уверена, да, но я и думаю, что… Ну, потом сегодня есть, знаете, такая вот опасность, а с другой стороны лицемерие. Вот это вот эти роли, да, которые очень поляризированы. Мужчины сильные, женщины слабые, которым там надо помогать. Это не соответствует действительности. Это роли. Если мы вот так будем считать, нужно женщину убрать из рынка труда. Зачем мы женщине даем доступ к образованию, если ее главная цель – рожать детей и воспитывать? Сколько государств сэкономит денег? Ну, наша экономика ляжет. Мы просто не можем себе позволить это экономически убрать женщин с рынка труда. Поэтому это, знаете, демагогия. Давайте женщины вернуть в семью. Да невозможно сегодня. Нужно строить партнерские отношения. Но женщина – это опять же, это деньги. То есть, женщины дешевые стоят. Поэтому мы обучаем ее. Ну, отлично, вы уже заслушались лекции, уже относительно этой лекции начинаете призму другу приобрести. Я говорю, как-то нанимать эти рынки труда. Женщины дешевле сейчас. И поэтому… Но для вас это не проблема. А вот для меня это проблема. Я хочу стоить. Только сколько я стою. Для меня это проблема. Вы конкурентны. Для меня еще больше проблем, чем вы. Вы понимаете, да? Интересно. При одинаковых уровнях знаний, при одинаковом мышлении, почему она получает работу? Потому что она соглашается на меньшие деньги. Не соглашайтесь. Вот что ли я. Я за вас. Не соглашайтесь. Можно рассуждать отстраненно, когда это, например, мы начинаем говорить о своих собственных женах или матерях, или там, дочерях, вот уже тогда другой вопрос. Да? Когда мы чувствуем эту несправедливость очень остро. Тогда получается, почему моя жена научилась там столько-то лет, а получает меньше, чем мужчина, у которого образование ниже. И по статистике у нас образование ниже, у мужчин. Но зарабатывают они больше. Вот это вот вопрос социальной справедливости. Или это тоже придумано? Что нам делать для друг женщин? Что нам делать? Это важно. Нам сложнее построить карьеру. Да, это правда. Потому что, может, гораздо, ну, как говорится, что добиться от половины того, что сделал мужчина, нужно сделать два раза. Совершенно верно. Нужно привлекать мужчин, потому что мы очень часто, нам карьера строить стоит дороже, не в смысле денег, а в смысле усилий, потому что нам не с кем поделить домашние обязанности. У каждой женщины сегодня есть третья или вторая смена, да? И вопрос, почему в семье нашей обязанности делятся так, что у нас есть эта вторая смена, а не у наших мужей. Если мы работаем с ними... Женщины соглашаются и тоже каждый долг. А вот это вопрос, а почему они соглашаются? И как можно делать по-другому? И как женщины воспитывают мальчиков? Вот мы мальчиков поощрее помогать, если ради массу. Женщины соглашаются и мальчиков поощрениям? Да, да, да. А почему вы вообще женщины воспитываете? О, тоже вокруг вас, да. Да, тогда давайте уже биологию, биологию, а что вы рожаете? Воспитание... Нет, нет, но у вас время все равно должно быть для детей, вы должны их родить. Хотя... Почему? Мужчины... А если женщина упирается наукой? Не хочешь, не рожайся. Я хочу, не могу. Понимаешь, я могу упираться. Я не могу. Я только в этом плане сказал, что ты должна... Да, я не объясню, я тебе говорю, что если ты будешь шутить, пожалуйста, я не могу. Ну так вот, если мужчины так же, как женщины, заинтересованы в том, чтобы у них были дети, они должны женщинам помогать этих детей растить, а не так, как происходит сегодня. И тогда женщина никогда не будет, не сможет построить карьеру. После 3-х лет декретного отпуска ты выходишь, и у тебя вот то, что называется «deskilling», да, то есть ты потеряла форму профессиональную. Загадательство ушло, и ты никогда не будешь продвигаться. Вот умные компании, компании, которые заинтересованы в равности на рабочем месте, например, British American Tobacco, я разговаривала с HR, кто такие программные персоналы делает, у них есть специальные курсы для женщин, выходящих из декретного отпуска, чтобы помочь им поймать вот это вот ушедшее вперед законодательство, понять, что произошло в компании. Понятно, что это стоит денег, но это тоже стратегия. Не всегда нужно наказывать тех, кто плохо делает. Давайте думать о позитивных стратегиях. А как помочь? Мне кажется, что не совсем такое время, когда женщина в социальном обществе даже зарабатывает. Я знаю, там много женщин, которые зарабатывают больше своих мужчин. Большинство войск потом и так уже больше. Мне кажется, что это не совсем правда, что женщина имеет такую позицию нежели. Наоборот, многие женщины остаются и пользуются этим моментом, а мужчина может быть не в плане рекламы, а в каких-то других социальных проспеках. Ну, я согласна, что лично… Да, но ты сейчас не мужчина, да, в целом. Я говорю с позиции статистики. По статистике у нас сегодня женщина зарабатывает на 25% меньше, чем мужчина. Это белстан. А личная история, как бы, да, очень много личных историй, где происходит наоборот. Хотя я, например, лично качество женщины женщины не совсем. Я не смотрю лично, как там нет. Мне иногда комфортно зависит женщина. Ну, это… Есть такая социология понятия «сила слабых». Когда мы не можем напрямую получить то, что мы хотим, мы начинаем манипулировать. Женское кокетство – это средство манипулировать. А вы не следили, вы не анализировали, как бы, количество и качество сексистской рекламы во зависимости от, не знаю, степени демократичности и развития? Вот, знаете, даже великобританская, английская реклама, американская, то есть там, наверное, развития демократии больше, чем у нас, но эта реклама остается там. Наверное, прямой связи нет. У нас даже насильевая качество. Наверное, у нас уже очень такая, как бы, примитивная, я бы сказала, реклама. А вот азиатские страны, например, как-то не… Вот у меня тоже в коллекции нет. А вы знаете, мне просто совсем культуру, мне даже… Культура другая. У женщины совершенно отличие от нас? Там не опубличено. Там, наверное, больше… Вот если рекламируется, например, MBA или какой-то профессиональный курс, вы там женщину вообще не увидите, одетую, не одетую. То есть там всегда реклама, она мужская. Потому что реклама – это про то, что, как бы, ну, там, внешне какой-то там… Это покупка, там, техники, там, недвижимости или чего-то. И это главные покупатели, главные потребители мужчины, потому что у них деньги. У женщин нет денег. Скажите, а есть какие-то, например, страны, где унижают мужчин в рекламе? Ставят них же женщин и сейчас связано. Я вам показала. В Великобритании вот есть такой пример. И наш белорусский, где же девочка выбирает между двумя мужчинами, как между двумя шоколадками. Это тоже вот впечатление мужчин. То есть мы как бы… Мужчин сравниваем с шоколадом, пожалуйста. Черный, белый с орехами. Ну, не важно какой. Возьму, а белый. Можно ли я еще еще? Вопрос унижения мужчины или не унижения? То есть мне кажется, что… По-моему, этот вопрос вставал на лице в бесте вашей тогда обетом, что… Вот это вот… Почему 12 лет разницы между смирно смертность мужчин и женщин? Что мужчинам нельзя даже стереотип, мужчинам нельзя быть слабым, мужчинам нельзя плакать, а у него такие сильные, такие крутые рекламы везде, да? В жизни стереотип. Собственно, это формирует такую модель, что… Ну… То есть этот стресс, который должен держаться, женщина может плакать, сварить, как-то передеть. То есть… Да, речь не об унижении, а еще какой-то другой вещь, которая сокращает жизнь в итоге. Ну, по моему мнению, это действует на сокращение мозга в жизни. Мне кажется, проблема нашей культуры в том, что мы очень сильно поляризуем. Вот у нас для нас все черное или белое, да? Вот кто более настоящий мужчина? Шварценеггер или Сахар? Вот какой… Это оба типа мускулиности, да? Это оба… Оба человека, которые достигли очень многого в своей жизни, там, в спорте или в гражданской какой-то позиции. Или там Кармен или Мантереза. Тоже разных два типа женственности, которые оба имеют право на существование, да? Но вот мы поляризуем, мы скорее Кармен, мы считаем настоящей женщиной, и Шварценеггером. Потому что это тоже внешний атрибут. Наше общество заточено на успех. Мы хотим добиваться успеха любой ценой. Вот эта внешняя оценка, она иногда важнее, чем внутренняя. А быть сильным – это же никто не увидит. А вот мою машину или мой там прилог, или дорогую цепочку – увидят все. И это наше средство получения, ну, как бы, от общества этого одобрения. А реклама нам это помогает. Да, вот эти атрибуты. А кто увидит мой сильный характер? Кто узнает о том, что я написал петицию против плохой рекламы, там, несправедливой? Ну, это тоже наш выбор. То есть все вот это – это как бы последствия наших выборов или не выборов. Потому что бездействие – это тоже бездействие. Если мы решаем, не бездействием. Реклама очень обращает эти вопросы шкафы и каремистаторов. Ну, да, да. Это эксплуатирование, конечно. Все. Тип сахара мы в рекламе не увидим. Ну, хорошо. Да, вы женили с детства с морщинами. Да. Да. При том, что женщины сегодня основные в классе. Кажется в банках, например, данные нашего Национального банка. То есть вкладчиков больше женщин, чем мужчин. Женщины нашу экономику держат. Ну, здесь и говорить об этом. Но это, с другой стороны, у мужчин больше риска. Мужчин воспитывают, брать риск. Это вот то, что как бы считается вот таким мужским качеством. Рисковаться. Поэтому меньше женских бизнесов у нас. Потому что бизнес всегда с риском связан. А женщина хочет, нас учит быть предсказуемыми. Чтобы мы все стабильными. Чтобы мы просчитывали. Чтобы гарантировать. Вот поэтому мы меньше получаем. Это в том числе тоже. Мужской бизнес. Он такой более рискованный. Венчурный. Вот. Хотя бы эти примеры тоже показывают, как глубоко фотосигендерные роли. И на разных уровнях. И на разных уровнях. Хочу сказать. У меня не моя рискованка такомая. Я имела там одно время с Следственным комитетом. Ну, как бы связь. Ну, там, профессиональную. Ну, что. Я видела просто изменение женщины. Которая пришла только работать в Следственный комитет. Потому что я работала со следовательными мужчинами. Как блаженственное. Какое же мое поведение. Когда я ее видела там. Через 6 месяцев. То есть она настолько изменилась там. Начиная с внешности и манеры поведения. И она мимикрировала. Совершенно. Для меня это просто было некоторым шоком. Ну, и в общем там. Среда настолько влияет. Как бы. Трудно. Какие изменения быстрые. Ну, так. Бизнес работает по мужским правилам. Поэтому если женщина хочет быть успешной. Она должна эти правила выучить. Соблюдать. Если вспомните. Был такой голливудский фильм. Разоблачение. Где играл Дэми Мур и Майкл Дуглас. Где она домогалась его. 90-х годов фильм. И вот в итоге ее осудили за эти домогательства. И она в свою как бы оправдание говорила. А что вы хотите. Вы создали бизнес. Мир. Я в него вошла. Играла по вашим законам. Но мужчину в одном уровне. И никогда не наказали. Да. Наказали меня. Ну, это как художественное. Это было. Плод автора. Режиссера. Но, тем не менее. Тоже показывает определенное. Ну, спасибо еще раз. Всем спасибо вам.